Добрый вечер, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас на разборе будет очень интересная карта. И, честно говоря, я, в отличие от остальных, к ней готовился в первую очередь морально и в плане сбора информации дольше, чем обычно. Почему? Сейчас объясню. Давайте, чтобы было понятнее, мы сразу перейдем в наш раздел. Кстати, мы с вами сейчас уже переходим в Майз Пентаклей. Это Майз Земли, потому что три карты, которые у нас относились к стихии воды, кубки, мы сами прошли, имеется в виду из библейских сюжетов. И сейчас переходим в то, что касается Пентаклей. И будем сегодня с вами разбирать Пажа Пентаклей. Давайте сразу мы зайдем в урок и посмотрим, что здесь есть. Значит, видно, собственно, саму гравюру и видно тот фрагмент, который состоит Лос Карабео взяли для своей карты. По большому счету ничего не меняется. Центральным персонажем является высокопоставленная царская персона. Это царица, которую зовут Вашти или Астинь. В зависимости от того, в общем-то, более адаптированный перевод на русский язык, либо это что-то более на иврите. И здесь у меня в большом этом формате это гравюра из французской Библии. В принципе, подпись внизу, она так и говорит, я не вижу и толком не могу перевести, о ком идет речь, но там написано Вашти четко. И есть понимание и по контексту того, что это та самая царица Вашти, либо Астинь. Но в чем сложность? Когда я прочел о ней информацию в Библии, и даже еще не занимаясь сбором информации более глубокой относительно Пажа Пентаклий, то я пришел в некоторое замешательство, потому что, собственно, и что вы хотели этим сказать? Ну, вы сейчас все поймете, когда мы с вами прочитаем. И вообще, почему Паж, почему царица Паж, и почему именно Вашти выбрала на эту роль, а не другой персонаж в виде эсфири, которая присутствует в этой книге. И я какое-то время ломал голову на тем, вообще, как строить урок в таком случае, насколько пытаться натянуть всю эту информацию на эту карту, или искать какие-то альтернативные источники, искать альтернативные знания относительно Вашти, не доверять тому, что написано в Библии, с одной стороны. С другой стороны, в конце концов, составители Лос-Керабео, они же взяли гравюру Густава Дере, а он эту гравюру откуда взял? Ну, он же и не из головы нарисовал, это была гравюра, сделанная для Библии. И, соответственно, она явно и конкретно указывает на этого персонажа. Ну, я думаю, что, ну, не могли же составители Лос-Керабео вот так вот ошибиться и взять персонажа, который совершенно не соответствует Пажу Пентакли в традиционном значении из колоды Уэйта. Поэтому, как я уже сказал, начал искать дополнительную информацию, которую могла бы полнее раскрыть. Но дополнительная информация это не Библия, дополнительная информация это то, что выходит за рамки и скорее является каким-то расширением для нас с вами. Один момент. А второй момент, она все равно не раскрывает нам Пажа Пентакли вот в этом классическом смысле, которого мы с вами привыкли видеть в собирательном образе из колоды Уэйта. Давайте разбираться. Все-таки Вашки или Исфирь должна быть в роли Пажа Пентакли. И почему, почему не королева? Почему всего-навсего Паж, хотя это королевская особа? Прежде чем зачитывать стихи и переходить, собственно, к изучению, я хотел бы, чтобы вы себе, может быть, заскринили сразу и в параллельном, во время урока обращались к этим знаниям, дабы не запутаться с этими всеми именами, и в голове не сложилась какая-то каша. Смотрите, слева находится вот перечень имен и названий, и через тире это в одном случае те названия, которые в Библии в синодальном переводе, в другом случае это больше на иврите. Вот Астень и Вашки – это одна и та же царица. Артаксеркс и Ахашвирош – это один и тот же царь. В данном случае муж Вашки. Валтасар, он же Бельшацар – это отец Вашки. Навуходоносор, он в обеих случаях будет и там, и там одинаков. Дарий также, и там, и там одинаков. Мы с вами уже слышали и про Валтасара, и про Навуходоносора, и про Дария. Это все вавилонские либо медоперсидские управители. Мардахей, в одном случае, в другом Мардыхай – это приемный отец Есфири. Есфирь, она же Эстер. Город Сузы – это столица Сирии, она же город Шушан. Также некий будет у нас фигурировать Мимухан, он же Даниил. Помните Даниил, который был вторым либо третьим лицом в государстве при разных правителях. Начиная от Навуходоносора, потом при Валтасаре, потом, когда Вавилонское царство пало, его завоевал медоперсидский царь Дарий, затем Кир. В общем, есть сведения, что и при Артаксерксе также присутствовал этот самый Дарий. Это уже будет по альтернативным источникам. Я просто хочу, чтобы вы сразу себе эти заскренили имена, и мы к ним не возвращались. Чтобы я каждый раз не говорил, что Мимухан – это Даниил, а Мардахи – это Мардыхай, и так далее, и тому подобное. Просто эти имена будут звучать, вы себе будете к этому возвращаться, если нужно для себя вспоминать. А коль мы уже здесь, то давайте еще в двух словах буквально скажем по поводу Пажа Пентакли. Коль мы перешли в новую масть, то стоит сказать, что это у нас масть Земли, это у нас самая медленная стихия. Все, что происходит по Земле, происходит у нас неспешно, происходит медленно, но происходит очень уверенно. То есть, если мы говорим о каком-то росте, то это будет медленный рост, но стабильный. То есть, если бы это был банковский вклад, то это был бы банковский вклад под, скажем, какой-то минимальный процент, 0,001%, но в швейцарском банке, где будет гарантированная какая-то защита, стабильность в течение сотен лет. Ничего не произойдет с вашим вкладом, хоть бы и мир рухнул, и банк этот перестал существовать, вы можете быть спокойны, что ваши деньги, они в надежном месте. Почему так? С одной стороны, природа, она у нас наша мать Земля, она очень урожайная, она дает всему жизнь, она дает процветание, дает все эти богатства, которыми мы управляем. Но с другой стороны, тот, кто хотя бы сталкивался немного с огородом в виде какой-то дачи, посадки, сбора урожая, он понимает, как медленно порой произрастает то, что ты посадил. Ты сделал очень много работы, покопал огород, собрал сорняки, вырастил рассаду, посеял сначала семечко, потом выросла рассада, ты эту рассаду распикировал, потом ты ее, может быть, даже еще вторая пикировка потребуется, потом ты посадил землю, ты чем-то накрыл в виде какой-то пленочки или, может быть, теплички небольшой. В общем, так, чтобы я долго не рассказывал, все те, кто занимается дачей и огородом, они прекрасно знают о всем этом муторном и длительном процессе. И когда ты все это сделал, ты ожидаешь, что, ну вот, в принципе, было бы неплохо, чтобы после всех моих правильных трудов, через неделю я мог уже прийти с ведерками, собрать те самые заветные, свежие, хрустящие огурцы. Но этого не происходит. Этого не происходит и через неделю, и через две, и через три, и через месяц. Этого тоже может не произойти, несмотря на то, что сейчас есть, возможно, гибридные сорта, и вы искусственно поливаете, удомряете, вносите всевозможные минеральные какие-то составы для того, чтобы ускорить рост, созревание и тому подобное. И это все еще также говорит о том, что вы и в процессе постоянно что-то делаете. Вы не так, что бросили зернышко, развернулись и напрочь забыли о нем, и потом приходите, у вас там просто все буяет и растет. Так не бывает. По стихии земля нечто происходит медленно, при этом требует от нас усилий, контроля, но справедливости ради стоит сказать, что это дает всегда позитивный результат, положительный, богатый урожай. Если все сделано правильно, то, в общем-то, ты садишь одно зернышко, с него вырастает целый колосок. Ты садишь одну маленькую семечку, с него вырастает целый помидорный куст, и если это хороший сорт, можно собрать целое ведро за сезон. Если ты однажды посадил небольшой какой-то росток в виде привитой амбрикосы, то ты потом в течение всей своей жизни, в течение 20-30 лет жизни этого дерева, ты можешь за сезон собирать по 3-4 ведра амбрикоса. Но штука в том, что это все нужно ждать долго. Результат придет не быстро. Это так, для общего понимания, что такое у нас складывается стихия землю. С одной стороны. С другой стороны, это мы плоть от плоти земля. Мы сделаны, как написано в Библии, из глины и по версии других религий, которые существовали до написания Библии, в Месопотамии, в Межречье. Также сделаны из глины люди, в которых вдохнута жизнь богов. В общем, мы взяты из того же материала, из которого состоит вся наша планета, и мы плоть от плоти, крови от крови и являемся частью этой нашей планеты. То, что нас окружает, животное, земля, по которой мы ходим, яблоки, которые мы едим, то, что мы после себя оставляем, когда умираем, то, что мы после себя оставляем, как продукты переработки съеденных нами продуктов, это все незаметно превращается во что-то полезное. Как бы это ни прискорбно звучало, но так оно и есть. И поэтому, когда в Библии сказано, что ты прах, из праха сделанный в прах возвратишься, то так оно и есть. Человек, попадая в землю, он со временем превращается в нечто полезное, и ты уже не поймешь разницы, где человек. Я говорю сейчас, может быть, не совсем приятные, нелицеприятные вещи, но они являются правдой. Не поймешь, где человек, а где просто какой-то биоматериал, с которого очень удачно может вырасти что-то полезное для нашей природы. Поэтому, к чему все это было такое лирическое отступление? К тому, что по стихии Пентакли, по стихии Земли, люди очень хорошо и воспринимают все природные процессы. То есть, все это человеческое, все земное, все то, что можно потрогать, увидеть, ощутить, все, что мы можем воспринять нашими пятью органами чувств. Вот не путать, кстати, здесь в русском языке есть небольшой конфликт между эмоциями и чувствами. То, что мы часто можем путать и называть разными словами, но понарезумевать одни и те же вещи. А вот эмоции, это у нас идет по кубкам, а чувства, мы тоже часто говорим чувства, но это я сейчас говорю о тех пяти чувствах, с помощью которых мы воспринимаем наш физический мир. Если у вас есть некое ощущение того, что вы можете разделить себя, свое я внутренне от своего тела отдельно, то есть, если вы с легкостью или с трудом, но можете себе вообразить и представить, что вы, вот ваша личность, могли бы вполне существовать, но в другом теле, в другом организме, то вам легче с какой-то, в какой-то степени со стороны посмотреть на все. Это и понять, что наше тело, наше физическое я, наша физическая оболочка, она воспринимает этот мир с помощью пяти органов чувств. И все, что нас радует, все, что нас огорчает, все, что в конце концов потом вызывает в нас те самые эмоции, приятные либо нет, мы воспринимаем физически. Это как музыка, которая звучит. Это сейчас уже придумали всевозможные вот эти MP3 форматы, вау форматы, непонятно, как вообще получается звук. А раньше, когда была грамм-пластинка, виниловая пластинка, на ней чисто механическим способом наносились, в канавке наносились неровности на поверхность. И игла, которая скакала по этим неровностям, она чисто механически воспроизводила звук, помните, типа эти фоны с таким вот красивым в виде тюльпана, в виде как растения у колокольчика, вот такой, не знаю, как это назвать его, громкоговоритель, динамик, откуда идет звук. Так вот, и здесь с помощью вот этих наших органов чувств мы физически воспринимаем этот мир, а это, в свою очередь, может влиять уже на наше тонкое душевное тело, создавая в нас какие-то внутри эмоции, как музыка, да, вот она, музыка чистая, механически, что-то там крутится, вертится, скачет эта игла, а то, что извлекается, оно как-то так услаждает наш слух, вызывает какие-то у нас эмоции, там скрипка какая-то печальная, или наоборот, очень может быть веселая какая-то композиция, сыгранная на клавишном инструменте. И мы понимаем, что взаимосвязанные вещи. Но, еще раз хочу сказать, попытайтесь как-то, может быть, разделить отдельно вот себя, я, как духовную личность, и себя, я, как физическое тело, и вы поймете, что вот то, что мы отождествляем с физическим телом, и все, как мы воспринимаем мир через наше тело, это будет по Пентаклям. И это и не хорошо, и не плохо, это то, как оно есть. Просто нам для расширения понимания, что же у нас ляжет в канву в целом всей масти Пентакля, всей стихии Земля, и что конкретно у нас помещается в этого пажа. Нам это будет легче понятие осмыслить, что это будет за человек, как он себя может вести в той или иной ситуации, в частности, во взаимоотношениях с близкими людьми, в карьере, в саморазвитии, в финансах, в сфере и так далее. Что еще стоит сказать насчет пажей? Коль мы сейчас, опять же, перешли с вами в Королевский двор, в предморные карты, что пажи – это та фигура, которая менее всего влияет на ситуацию. У нас есть пажи, есть рыцари, есть королевы и короли. В классическом исполнении, классической колоде, часто пажи могут представляться принцессами. Вот в нашем случае это было бы даже очень хорошо, чтобы паж оказался принцессой, я имею в виду в случае с колодой Гюстава Дере. Но сути не меняет, потому что паж, так же, как и королева, представляет энергию женскую инь, а король и рыцарь мужскую энергию ян. И стоит еще сказать, глядя на вот эту нашу табличку, по принципу таблички умножения на построен, то есть есть горизонтальный, есть вертикальный ряд, и мы видим, что паж, у нас сходятся два пентакля. То есть паж пентаклей, это и в целом все пажи, это идут пентакли, это земные, скажем так, существа. И конкретно у нас сейчас паж пентакли, то есть это вот земля-земля, вот самая землистая земля, которая может только быть, самое то существо, которое во всех хороших и одновременно плохих смыслах является сыном вот этой нашей матушки-природы, матушки-земли, либо современном какого-то общества, это и будет у нас паж пентаклей. Так, по какому принципу мы сделаем сегодняшний урок? Я... сделаем мы так. Мы сейчас прочитаем с вами то, что конкретно касается у нас принцессы, королевы, царевны, вашки, или она же Астинь. Здесь немного. Попытаемся тут же осмыслить, почему она выбрана на роль пажа пентаклей. Потом прочитаем про эсфирь, там уже больше контекста, там больше темы. А потом мы с вами перейдем уже в разбор карты в традиционном значении по коллоде Уэйта, перейдем с вами в зодиакальный дом, ну и так вот уже будем двигаться в этом направлении. Так, читаем. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем. Для главных начальников при нем, простите, главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих. Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный, на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и охонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпурными снурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных ценою в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Михуману, Бисфия, Харбони, Бикфия и Авакфия, Зефару и Каркасу семиемнухам, служившим перед лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми, знающими закон и права. На этом можно остановиться, потому что, в принципе, все то, что уже мы прочитали, произошло на этой карте. Мы с вами увидели могущество, величие новоиспеченного царя, который вот три года уже правит, его зовут Артаксеркс, и он в какой-то момент правит над 127 областями, то есть очень большое государство от Эфиопии до Индии, и он созывает на большой пир, который длится ни много ни мало, аж 180 дней, полгода на секундочку, созывает начальника всех областей и всех знатных вельмож со всех уголков страны. По истечении вот этих самых дней он еще делает особенный, отдельный семидневный пир в столице. Параллельно с этим, там же в столице, его жена, царица Астин, делает такой же пир, но для женщин. В какой-то момент, когда царь Артаксеркс развеселился от вина, он захотел призвать свою жену, дабы похвалиться перед вельможем и ее красотой, потому что она была необычайно красива. И он посылает за ней, чтобы она в царском одеянии, там написано свинцом, явилась перед ними. Но она отказывается. И мы сейчас видим с вами ту самую сцену, когда пришли царские емнухи в количестве семи человек, и они говорят ей о том, что явись перед лицом царя, а она вот таким вот жестом отодвигает их от себя и отказывается это сделать. И теперь возникает логичный вопрос. Неужели ее действие похоже на действие пажа? И неужели она по своему положению похожа на пажа? Она делает отдельный пир параллельно с мужским пиром, но для женской компании. И она является главной на том пире. Она делает это в другом доме для женщин. Вот это то, что меня ввело в ступор и то, что меня повергло в некоторый шок. И можно было бы сказать, что к ней царь Артаксеркс отнерся как к пажу, не как к принцессе, не как к равноправной и ровне себе. Коль он ей сказал, чтобы она пришла, а когда она ослушалась, то он разгневался. Ибо он ожидал, что она придет, а она не пришла, и он разгневался. То есть она здесь выступает как бы в роли пажа. И можно было бы вот за это, скажем так, ухватиться и попытаться эту тему раскрутить. Если бы у нас было чуть больше данных насчет этой самой Астинь. И давайте мы, для понимания контекста, нам это будет важно. Потому что у нас сейчас еще появится самая вторая персона, которая займет место Астинь. Ее будут звать Исфирь. И нам для понимания нужно читать далее. И вот, значит, царь спрашивает, он разгневался, и он спрашивает вообще, что, собственно, мне в такой ситуации делать. Ну, не то, чтобы он был такой тупой, но я думаю, что мы об этом поговорим, почему он не самовольно принял решение, а почему он обратился именно к вельможам, обратился к мудрецам. Мы на самый последок мы сами оставим такую, скажем, альтернативную историю относительно Вашки. Посмотрим уже не со стороны Библии, а посмотрим еще с другой стороны на этого исторического персонажа. Ну, это так, уже скорее будет как факультатив для тех, кто захочет остаться после урока и дополнительно погрузиться в эту тему. Она, в принципе, не касается у нас Пажа Пентаклей, и я хотел бы сейчас в большей степени сосредоточиться на второй персоне, которая пока еще находится за кадром, но которая вот-вот появится. И по моему скромному мнению, ну, коль я готовился к этой лекции, то она больше подходит на роль Пажа Пентаклей. Значит, он спрашивает, как же с ней поступить? И тут выступает некий Мимухан, смотрите в табличку, перед лицом царя и князей. Значит, не пред царем одним виновна царица Астень, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астень пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини Персидские и Медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское повеление и впишется в законы Персидские и Медийские и не отменяется о том, что Астень не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Вот что Мимухан говорит, стоит сделать в назидание всем женам, которые находятся в его царстве, для того, чтобы этот пример царицы Астень не стал негативным примером в патриархальном обществе, стоит ее наказать таким образом, чтобы лишить ее царской власти, чтобы она, в общем-то, отошла от своего поста и ее место заняла другая, более достойная. И вот здесь мы переходим к тому, что издается указ, издается повеление, чтобы из всего государства были выбраны девушки, красивые телом и лицом, для того, чтобы они пристали перед царем, он выберет с них каких-то определенных, которые будут потом в течение какого-то времени готовить, и потом он еще раз их либо всех оставит, либо какую-то одну выберет для того, чтобы она была его царицей, его женой. И тут мы с вами переходим еще к нескольким персонажам, чьи имена вам следовало заскринить. Есть у нас некий где он? «Был в судах в городе престольном один иудеянин, то есть еврей, имя его Мардахей. Он был из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками». Помните, как в свое время переселили этого, как его зовут, Даниила, пророка, который был при вавилонских царях, а потом при медоперсидских царях, а сейчас мы и читаем, это медоперсия, мы сейчас как раз о нем и читаем. Так вот, некий Мардахей также был переселен из Иерусалима в свое время вместе с пленниками. «Так вот, он был воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красиво станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардахей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Исфирь, царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение царского женского дома. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала, то есть, чтобы она не рассказывала, что она еврейка, и что она происходит из числа тех людей, которых привели в плен однажды. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Исфири и о том, что делается с нею. То есть, ее приемный отец был вхож в этот самый царский дворец, и он мог спрашивать, как там она себя чувствует и что с ней делает, что с ней происходит. Когда наступало время каждой девице входить царю Артаксерцу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. То есть, год, целый год каждая из этих девиц готовилась к тому, чтобы предстать перед лицом царя. Это нам тоже важно для понимания роли Пажа Пентакли в каких-то менее благозвучных сферах, которые будут у нас звучать в этой карте. Тогда девица входила к царю, чего бы она не потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор некого Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Это тоже нам будет важно для контекста, понимания всего этого мероприятия, события, понимания для того, что также относится у нас к пожам Пентакли. Мы видим, какая здесь была роль у этих девушек. В свое время, когда на ними были произведены все косметические процедуры, и все, что требовалось для того, чтобы улучшить их красоту, они призывались к царю на одну ночь, утром они возвращались, но уже в другой и до этого где их готовили, а в другой дом. И они перед лицом царя больше не появлялись. Только, только, если царь снова позовет ее. Если не позвал, то, значит, и все. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. Помните, всем остальным девицам давали все, что угодно, чего бы они не попросили перед тем, как идти к царю. Ну что, это может быть какие-то украшения, какие-то, может быть, необычно красивые платья. Словом, все, что они бы хотели заполучить для того, чтобы расположить себе царя. Ну, скорее всего, иначе, почему они бы туда шли? Все же прекрасно знали о повелении царя, о том, что он ищет себе жену. А Есфирь, она ничего не попросила. Вот так проявила такую скромность. «И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебефи, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец царицую на место Астень. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Есфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью». Вот мы видим, что на сцену у нас выходит другая девушка по имени Есфирь, которая занимает место в Аште, она же Астень. И происходит это буквально, ну, проходит чуть больше года. Именно столько времени требовалось на то, чтобы в одну готовить каждую девушку для того, чтобы она предстала перед лицом царя. И из всех выбранных девушек Есфирь ему полюбилась больше всего, причем настолько, что он поспешно возложил на ее голову венец. Видим также, что у нас нескало расположение у тех, кто рядом с ней контактировал, как у девушки скромной, одновременно обладавшей, как мы читали сами в начале, и красивым, красивым лицом, и красивой Казахстаном, то есть она визуально чисто, так сказать, по Пентаклям, она получилась красивой. При этом она обладала еще скромным характером, обладала не как какой-то прилежностью, что также может говорить, ну, в целом, о всех девушках, потому что их в течение года каждую готовили, а для этого требовалось, я думаю, терпение и старание тоже. и получается, что у нас вот эта самая Исфирь теперь становится церицей. Она занимает какое-то определенное место. Что нам теперь еще стоит сказать? Буквально, я уже, может быть, даже и не буду читать, потому что все это чтение нам не сильно поможет, а только берет время, а вот проговорить дальнейшее событие имеет смысл. Значит, происходит дальше следующее. Исфирь становится полноправной церицей. Ее дядя Мордохейдь, он в какой-то момент, ожидая возле входа в какой-то царский дом, подслушал разговор двух евнухов, которые, может быть, они евнухи были, в общем, двух служащих послушал разговор о том, что они собираются сделать некий бунт, убить царя и свернуть его власть. Он об этом пересказал тому, кому надо пересказать. Это донесли царю. Царь разузнал, так ли все это или не так. Выяснилось, что таки это была правда. Тех людей наказали, их казнили и убили. А Мардахею в общем-то никакой награды на тот момент не было, просто была внесена, существовала некая такая книга, называлась книга дневных записей. В эту книгу был внесен Мардахей, как тот человек, который сделал полезное дело. В общем, он предупредил государственный переморот. И на какой-то момент мы о Мардахее забываем до порыда времени, когда Артаксеркс назначает вторым человеком после себя в государстве некого Амана. Он назначает его главой над всеми областями. И Аман это чрезвычайно возвеличивается и к сожалению своему он возгордился тем, что он занял такую высокую должность. Царь Артаксеркс издает повеление о том, чтобы все люди ему поклонялись, ну имеется виду отдавали ему честь и уважение, падали дниц и все так и делали, кроме Мардахея. Ничего не напоминает эту ситуацию? Нет? Похоже, мы же сами читали по поводу золотого истукана и царя Навуходоносора или Валтасар, кто там был, я не помню, когда пострадали Синдрахмесах и Авденага, точнее, они могли бы пострадать, если бы их из огненной печи не спас ангел Господин. Там тоже нужно было поклониться. Или Даниил за что был брошен в ров с львами из-за того, что он должен был не должен был молиться и какие-либо прошения делать, кроме как у царя Дария. Ну, так его подсидели его сослуживцы. В итоге мы знаем даже, чем это все закончилось. Вот здесь происходит аналогичная ситуация. Я, в принципе, могу уже даже не продолжать. Вы прекрасно знаете сами по аналогии с предыдущими легендами, историями, чем все закончится. Но все же давайте расскажу. Потому что хэппи-энд очевиден, вопрос только в том, как он случится. И вот получается так, что Аман узнает об этом, и он, конечно, в конце концов, еще чуть-чуть и без пяти минут царь. И он узнает, что этот Мардахей из иудеев, из тех людей, которых привели в плен, некогда из Иерусалима. И он к царю приходит с тем, чтобы царь издал указ, дабы развязаны были руки у врагов израильтян, чтобы они могли их истреблять по всем 127 областям, по всему огромному государству Медоперсидскому. Царь издает такой указ, дает Аману свое кольцо царское, чем он скрепляет печатью, скрепляет этот указ, и этот указ рассылается по всем областям. Единственное, что это с некоторой отсрочкой. То есть это произойдет не сейчас, а событие развивается в месяце Ниссане, а это будет в 12 месяц, то есть спустя год, можно сказать, должно это все произойти. В такой день месяца будут израильтяне поражены, уничтожены полностью. Мардахей, когда об этом всем узнал, он был в шоке, и, понятное дело, кому он обратился, он обратился к Есфире, к своей приемной дочери, говоря и рассказав всю эту ситуацию. Есфир вначале восприняла это несколько, ну, мол, а что я могу сделать? Я всего лишь даже не царица, ну, как я царица, но я в том положении, что я не могу явиться перед лицом царя, если он сам меня не позвал. А царский указ настолько, и закон был строгий, что если кто-то является к царю перед его лицом, то есть придет, и царь не прострет скипетр в твою сторону, всего-навсего, то есть не скажет, ну, типа, что ты пришел, подходи, говори, то такого человека следует казнить. То есть человек, идущий своевольно к царю на прием, мог вполне лишиться головы. Зная это, она говорит о том, что, в общем, не пойду. Мордохей говорит ей о том, что если ты думаешь отсидеться в доме царя, то, поверь мне, Господь не с помощью тебя, так с помощью других людей или другой ситуации, он решит проблему со своим народом, но тебе, мягко говоря, будет стыдно, а не мягко говоря, ты понесешь наказание за то, что не помогла. И кто знает, может быть, именно ты до того и была взята в царский дом, чтобы через тебя сейчас случилась эта помощь. в общем, она говорит о том, что вы три дня поститесь, то есть вы, имеется в виду Мордохей, и чтобы он собрал старейшин и знатных людей, всех, кого сможет собрать в Сузах, то есть столице Медоперсидского государства, чтобы он собрал, чтобы они все постились, она говорит, я также буду поститься и все мои служанки, и потом я пойду просить у царя аудиенции. Так они и все сделали, она приходит к царю, во двор царский, как раз царь сидел на своем престоле, он ее увидел, протягивает к ней скипетр и говорит, мол, проси, чего ты хочешь. Она уже, фух, вытерят под солба и обращается к царю, мол, так и так, хочу сделать пир для тебя, для тебя и для Амана, как для самого приближенного второго человека. Царь говорит, замечательно, чудесно, и во всем, я сейчас не буду зачитывать, но во всем, в отношении царя к Исфире идет такое, благорасположение, то есть, она как будто бы зря боялась, каждый раз, когда она к нему обращалась, он чуть ли не как в этих сказках, проси все, чего хочешь, хоть до полцарства, я тебе отдам. Здесь ситуация происходит точно таким же образом. Может быть, имеет смысл найти какие-то стихи в подтверждении, я, возможно, упускаю какие-то важные слова. А, еще тоже, это нам нужно будет для понимания относительно Пажа Пентаклич, это все, то, что она делает и то, как она это делает, она это делает сообща с Мардахеем, то есть, он ей говорит, как следует поступить, он ее научает, как нужно делать, ну, напрямую с ней не общается, а через посыльного человека. Значит, случается этот самый пир, все замечательно, все прекрасно, все красиво, Аман доволен, царь доволен, принцесса Исфирь тоже довольна, его жена. Ну, и когда уже, так сказать, сердце царя разъяснилось, он спрашивает, ну, говори, что ты хотела сказать, да, для чего? Он говорит, ну, если будет так тебе угодно, то давай мы и завтра пир тоже продолжим, а завтра я уже объявлю о своем желании. Он говорит, хорошо, без проблем, ну, и она говорит, чтобы и Аман тоже пусть явится, то есть, чтобы вы вдвоем там были. Окей, а в это все время Аман, он настолько возгордился и настолько вознес и превознесся, что из всех вообще, кого только можно вообразить, кого можно только пригласить, был приглашен только царь и он, что прям принцесса к нему настолько благорасположена, настолько она его уважает и настолько она его чтит, что, ну, я же говорю, без пяти минут царь, еще чуть-чуть, и, наверное, в пору было бы уже стать ему вместо Артаксеркса. Он это жене рассказывает, своим домашним рассказывает, так все за него радуются, что он вот так вот очень-очень далеко превознес этот человек. Единственное, что омрачает его, конечно, присутствие Мордахея. Он иногда с ним сталкивается, каждый раз, когда он ему не кланяется, и вот это когда бесит и злит, что он затеял на него уже персональную злобу. И, в общем-то, он и спрашивает уже совета, что же делать у жены своей, у своих родственников, они ему говорят, что ты приготовь высокое дерево, высокое бревно, поставь его там, где положено, и когда ты пойдешь на пир к царю, то ты, или там до пира, в общем, ты, когда пойдешь к царю, ты попроси у него персонально, тебе царь не откажет, чтобы он дал повеление, и этого Мордахея, этого еврея можно было повесить. И он так и намеревается сделать. И вот в какой-то момент, как написано, снисходит Дух Господень на слуг Артаксеркса, они почему-то, или на царя, по-моему, он просит подать ему книгу записей дневных, он находит вот эту дату, листает ее, когда было совершено покушение, читает про некого Мордахея и спрашивает вообще, а что с этим человеком сделали потом? Ему отвечают, ничего. Он говорит, ну как так, ничего, то есть человек спас меня от смерти государства от падения, а вы говорите, ничего, и он призадумался. И тут является к нему Аман со словами, ну, с мыслью уже о том, чтобы обтяпать дело вокруг Мордахея. И, значит, царь у него по праву страшенства спрашивает, скажи мне, уважаемый Аман, а что ты бы сделал, что бы ты повелел, приказал сделать человеку, который, ну вот, и он завуалированно описывает ситуацию, произошедшую с Мордахеем. Ну, Аман, конечно, ввиду своей гордости, еще один намек на аркан башня, он думает, естественно, что речь идет о нем, о нем любимом. И он говорит, что, и начинает называть всяческие блага о том, что нужно надеть на него царскую одежду, посадить его на царского коня, вывести его на главную площадь города, в обнимку с царем, и чтобы царь издал указ и провозглашение о том, что этого человека следует уважать. И, в общем, всевозможные почести, как только он мог своей голове придумать, он рассказывает. И когда он это все окончил говорить, царь ему, Артаксерсий, говорит, вот, хорошо ты сказал, вот так вот и сделай с Мордахеем. Библия не описывает вот эту немую сцену, которая произошла в тот момент, но можно только себе представить лицо Амана и что у него творилось в душе. И, опять же, Библия не говорит о том, что Артаксерсий знал уже об этом конфликте между Аманом и Мордахеем. То есть, как будто бы это все происходит случайно, и он об этом не знает. Давайте этому верить, что так это и было. И он, конечно, в шоке. Он приходит домой, он рвет на себе волосы, и он не знает, что делать, и вообще как быть, и так далее, и тому подобное. И когда он был в этих своих горестных размышлениях, приходят слуги царские и зовут его же на этот самый званый ужин. Он приходит на званый ужин на повторный, и все, опять же, приходит замечательно, все чудесно. И когда доходит очередь до того, что царь Артаксерс спрашивает у Исфира, «Чего же ты все-таки хочешь? Скажи, чего желает душа твоя?» И отвечала царица Исфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очахтово их, царь, и если царю благоугодно, то добудут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. «Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксерс и сказал царице Исфири, «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Исфирь, «Враг и неприятель – этот злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем сфира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь, и сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя и накрыло лицо Аману. И сказал Харбона, один из емных в прицаре, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего домгрой для царя, стоит у дома Амана, вышуною в пятьдесят локтей. И сказал царь, повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. И гнев царя утих. Ну, в общем, продолжать мы дальше не будем, но очень большая роль, не буду читать, большая роль Исфири была сыграна в том, что, ну, само собой убили Амана, но все те указы, все те повеления, которые разошлись по всей стране, нужно было дать им обратный ход. И она снова просит у царя все это сделать. И, в общем-то, она выполняет очень важную, ответственную роль по тому, чтобы ее народ был защищен и чтобы не случилось с ними никакого убийства и никакой погибели. Также следует сказать, что, мало того, вот эта злоба Амана обратилась против врагов евреев, был издан другой указ, который развязывал евреям руки, чтобы в такой-то месяц, точнее, в такой-то день такого-то месяца, они могли убить тех всех врагов, которые намеревались их уничтожить. И да, вот такая Санта-Барбара, вот так вот все может быть запутано. И так это и происходит. Но мы не будем в эту сторону сейчас двигаться, мы будем сосредоточить все свое внимание вокруг царицы, Исфирь. И хотя она здесь выступает, когда мы говорим о царице, она действительно выступает, с одной стороны, как вот бедная овечка, как Паш Пентаклий, которая не имеет ни права голоса, ничего, а с другой стороны, она, похоже, как будто бы имеет очень большую власть и находится вторым человеком в государстве, после Артаксеркса. Но, опять же, еще с третьей стороны, когда она выполняет волю Господа вот таким вот образом, то она все равно выглядит в роли того же Пажа, послушно следуя тем словам, тому руководству, тому призванию, которое ей уготовано было изначально, когда она попала в дом царица Артаксеркса в виде его жены. И, как говорится, для кого она жена, для кого она второй человек в государстве, а для кого она просто является Пажом, который оказался в нужное время в нужном месте, прилежным, который долгое время к этому шел, всю свою взрослую сознательную жизнь, долго к этому готовился. Мардахей, который ее научал и готовил также к этому. И в итоге, что, собственно, и произошло, что и случилось. Это я все не зря сказал, потому что сейчас мы с вами будем читать вот об этом персонаже, об этом собирательном образе и будем держать в голове саму Исфирь. А когда мы с вами дойдем до перевернутого значения Пажа, то мы с вами вспомним и о Принцессе Вашке. Итак, переходим в значения и читаем, что же у нас пишут авторы относительно вот этой вот карты. Как все проигрывается, как это выглядит. Как и все пажи, Паж Пентаклий несет важное для вопрошающего известие. И в соответствии с практичной мастью Земли, он, скорее всего, будет касаться учебы, работы, доходов. С ней связан рациональный и прагматичный подход к делам. Важно не упустить момент и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот этот момент стоит остановить и поговорить о том событии, которое начало происходить с Исфирью, а в большей степени даже потенциально с народом Израиля, когда вышло повеление от Амана о том, чтобы в такой-то день, такого-то месяца их надо было убить. И когда Мардахей к ней послал посыльного сообщить об этом и начать готовить ее к той роли, которую она должна выполнить, вот это и есть, как тут написано, важно не упустить момент и не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Вот по Пажу Пентаклий, по-классическому, это есть и это и происходит в этих событиях. Да, будет вас, может быть, в будущем несколько смущать, что здесь изображена царица Вашки, но скорее она пусть будет для вас как назидание, и помня о том, что дальше за ней вместо Вашки становится Исфирь. И она ведет себя несколько по-другому, ведет она совершенно себя иначе. Но при этом они обе, обе занимают одну и ту же позицию, ну имеется в виду в какой-то иерархии, в социуме. Энергия Пажа Пентаклий – это чистая сила концентрации на каком-то деле, сосредоточенные усилия и прогресс. Когда мы с вами читаем об истории принцессы Исфирь, царицы, то мы видим, что это и была как раз концентрация на каком-то деле, это были сосредоточенные усилия. И в самом начале, когда мы читали, и она была взята в царский дворец для того, чтобы можно было всех девиц, как и ее, подготовить для того, чтобы она пошла к царю, и там тоже были усилия приложены. В течение 12 месяцев наносили разные мази, но это так, я уже говорил много раз, в Библии концентрат. Там сказано полгода мировое масло, полгода там какое-то второе, я уже не помню, масло наносилось. Притирание имеется в виду. Ну, явно, что не только ими дело обошлось, то есть, скорее всего, такая шла, как это, полномасштабная работа по поводу того, чтобы подготовить, может быть, и какое-то образование, там, может быть, какие-то курсы, уроки, этикеты, мало ли что там еще могло потребоваться для того, чтобы обычную девушку из народа возвысить до уровня царицы. Ну, что год, притирание одни делали, явно же шла речь не только о внешней красоте, но и о работе над персонажем. А это все требует концентрации в каком-то деле, сосредоточенных усилий. А когда мы с вами говорим, и прогресс здесь тоже проходит, то есть, ведь это дало положительный результат, дало, в случае с Есфирию. А когда мы говорим в целом о роли этой девушки в жизни всего еврейского народа, то мы также видим сие усердие, когда она не побоялась пойти к царю, когда она вас слушала Мордохея, и все эти шаги, которые она выполняла, каждый раз скромно, как паш, она падала перед лицом, царя, он простирал свой скипетр, и она вот таким вот ублажающим способом находила к нему подходы, дабы двигаться потихонечку в этом своем деле. Значит, паш Пентакли полностью поглощен своим делом, какой-то одной целью. К чему приведет эта поглощенность, увенчается ли она успехом, будет ли за это награда, подскажут другие карты расклада. Ну, это мы уже говорим о каком-то практичном раскладе, и к чему это приведет, что этот паш собой являет. Понятное дело, что если слева у нас прошлое, а справа будет будущее, то к чему этот паш, в общем-то, и приведет. Видим случай с принцессой и сферой, с девушкой этой, что-то привело к положительным результатам, как личной в ее жизни, как у северного пажа, так и в целом по всей ситуации, когда она пажом является Всевышнего Господа, то она спасла свой народ. Саморазвитие. Как у нас паш Пентакли может проигрываться в этой сфере? Это сфера воздух, мечи. Паш Пентакли – это практичный друг, надежный коллега. Он ответственный, сноровистый и трудолюбивый, старательный работник, прилежный ученик. Смотрите, сколько слов, их фраз, их можно, в принципе, все назвать синонимами, но они все говорят о неком персонаже, они говорят о человеке. Когда мы говорим о саморазвитии, то вы можете себе представлять самого себя в этой ситуации, в этой сфере. Здесь и ответственность, и сноровка, и трудолюбие, и старательность, и прилежность. То есть все такие слова, тождественные и похожие, которые что означают и как они могут описать. Если человек взялся за что-то, за какое-то дело, то он гарантированно его что? Доведет до конца. Это раз. Он будет, не жалея ни времени, ни сил, ни энергии, трудиться над этим делом. Чтобы, знаете, вот не вспомнился такой пример. Я когда-то работал, когда еще в школе учился, подрабатывал на стройке, и мне мой, скажем так, старший наставник, он же прораб, он же все в одном лице для меня был, он говорил, что в любом деле, когда ты что-то делаешь, важно три аспекта. И именно в той последовательности, в которой я тебе их назову. Безопасность, качество, скорость. То есть как только ты обеспечиваешь безопасность, ты можешь думать о качестве, чтобы работа была сделана качественно. И только после соблюдения этих двух правил ты можешь ускоряться, можешь уже делать это быстрее. Так вот, Паш Пентакли работает по тому же принципу. Но только безопасность здесь можно заменить каким-то, в данном конкретном случае, иным словом. Но имеется в виду, что он не будет всегда зачастую действовать быстро. Это будет уже самый последний момент. Он может действовать безотлагательно, но пока он не накопит, не соберет нужных сил, либо информацию, либо он полностью не погрузится в дело, он не будет ускоряться, он не будет форсировать события. То есть вот это следует, может быть, тоже уяснить. И хотя мы видим, что здесь принцесса Астень действовала, ой, простите, Есфир действовала безотлагательно, но не поспешно. Вот этот момент тоже важно разделять. Мы видим, что она вот этот самый пир на два дня разделила. Она могла вообще, в принципе, в первый день, когда она пошла перед лицом царя, ему все тут же изложить. Но она как настоящий Паш Пентакли понимала, что так дело не выгорит. Здесь нужно бить в одну точку. Здесь важно над этим поработать. Здесь важно пройти многие какие-то этапы. Поэтому еще раз говорю, вот эта безопасность, качество, скорость. То есть какие-то такие вот, как тут о саморазвитии по поводу человека говорят? Ответственный, сноровистый, трудолюбивый, старательный, прилежный. Нету здесь слова «быстрый». Здесь есть скорость, но скорость будет на последнем месте. Скорость тут скорее уже будет как данность, как явление. Знаете, порой тише елишь, дальше будешь. То есть человек, который тюкает в одну и ту же точку, вроде как бы в моменте, в отрыве каком-то, стоп-конферсе сделать, он это делает медленно, но в разрезе длительного промежутка, уже многие давно остановились и переключились на что-то другое, а человек тюкает до сих пор. И у него из-за этого большой результат. И получается, вроде как бы, с одной стороны, он действовал медленно, ситуативно, но в динамике, в разрезе длительного времени какого-то, он действовал упорно, а из-за того с большим результатом и вроде как бы быстрее что ли. То есть он пришел к результату, это парадоксально звучит, я понимаю, он пришел к какому-то положительному результату, к своей цели быстрее, чем те, кто действовал быстро. Или поспешно, если хотите, или сиюминутно, помните, мы разбирались с вами уже, по-моему же мы разбирали, да, рыцаря жезлов, масть огня, то есть тот, кто зажигается быстро, кто вспыхивает как спичка моментально, то есть это очень ярко, это импульс, это вот такое движение, это огонь. Но потом очень можно быстро остыть, земля она не такая. Ипаж Пентакли, хоть это ипаж, но это земля, и земля земля, двойная земля у нас. И это тот, кто будет бить в одну и ту же точку, в одно и то же место, вода камень точит, сюда же, это пропажа Пентакли, по одной капельке, и она этот камень разрежет за какое-то время. Так, 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 значит, карта может олицетворять человека, который осознал свои возможности и ищет шансы их применить, чтобы со временем прийти к процветанию. И если здесь это какая-то абстрактная фраза, непонятно о чем и к чему, то когда мы вспоминаем принцессу Есфирь, мы понимаем, что она как раз так и поступала. То есть она в какой-то момент осознала свои возможности, пусть не самостоятельно, пусть с помощью мордахея, своего дяди, но она поняла свои возможности, свое положение, в котором она находится, и искала шансы их применить. Искала? Искала. Для чего? Чтобы со временем прийти к процветанию. Пришла? Пришла. Она пришла и к личному процветанию, она пришла и к процветанию ее народа, потому что мало того, что никого из них не убили, так они еще и наоборот поразили своих врагов и вышли на... хотя вроде как бы и были в какой-то момент выведены из израильского государства, как вроде бы в рабство, но они оказались в общем-то в неплохом положении среди остальных народов внутри медоперсидского государства. Паш Пентаклий не ждет, что успех и достаток свалятся ему на голову. Он не ищет обходных путей. Это тоже, как я говорил, фраза «вода камень точит». Там 12 месяцев вот она ее готовили, как и остальных. И может быть она более прилежнее готовилась, чем другие. Может быть именно благодаря тому, что она была Пажом Пентаклий, она смогла настолько понравиться царю. Потому что мне, если честно говоря, она сама мерится, чтобы полгода втирали мировое масло, а полгода еще там какой-то бальзам, притирание и все. И больше вот 12 месяцев, больше ничем не занимались. Но явно же их как-то готовили на роль царицы. Всех. Я думаю, что давайте читать между строк и 12 месяцев, вряд ли, что только массажа делали и пшикали всякими ароматами ее. Эта карта необычайно ясно покровительствует учебе, желанию осваивать, узнавать и практиковать что-то новое. Нами овладевает настойчивость, целеустремленность, прилежность, усердие. Мы взялись за что-то и обнаружили, что есть способности. У нас получается. Снова-таки, если это, глядя на эту карту, нам нужно все это запомнить и заучить, то, глядя на эту карту, вы просто вспоминайте и сфирь. Как и сфирь действовала? Она была целеустремленной, она была настойчивой, она была усердной, она взялась за какое-то дело и довела это дело до конца. Это все, что вам стоит знать об этом человеке, и вы с легкостью сможете это применять, когда эта карта выпадет вам в каком-то раскладе на конкретного персонажа. Вы просто вспомнили принцессу и сфирь и понимаете, как будет действовать человек карьером. В духе пажа Пентаклей написаны многие популярные руководства по бизнесу, выражающие ту или иную мысль, которая заключается во фразе «делай и будет». То есть прямая причинно-следственная связь. Он не гонится за роскошью, впечатлениями, славой. Вместо этого он без шуму и пыли оттачивает свои навыки, учится у старших, читает, наблюдает и не требует повышения зарплаты. Он точно знает, что рано или поздно его звездный час настанет, а пока все еще впереди. И это как раз про Исирь, про нашу девушку. Мало того, что она была скромная в течение этих 12 месяцев, и хотя мы так это быстро прочитали, но вдумайтесь на секундочку, 12 месяцев. У нас на сегодняшний день 17 апреля, и представьте, 23 года, что в этот момент вы что-то начинаете делать, а завершите 17 апреля 24 года. И вы в течение этого времени что-то делаете, что-то производите. И при этом девушка наша была скромная, она не просила ничего лишнего, она снискала расположение у евнухов, у надзирателей того дома, как скромной девушке, как девушке, которая не претендует на какие-то там регалии, что-то еще. И чем она и подкупала, в том числе, своей внешней красотой, и своим вот таким вот поведением. Но как она мощно потом выстрелила, когда она оказалась, мало того, что она оказалась царицей, уже можно сказать, что это выстрелила. Но как она еще мощнее выстрелила, и это уже всего не зачитывал, после того, как был убит Аман, когда ее дядя Мордыхей был взят, по большому счету, на место Амана, он стал таким же важным и главным человеком. То есть очень сильно она поднялась и очень мощно выстрелила. Хотя вначале была такая тихая, скромная и незаметная. Ну, тюк-тюк-тюк, так себе усердненько училась, училась, работала, била в одну точку. Вот оно. Вот это и есть по пажу Пентакли. И когда выполняет эта карта, то вы понимаете процесс и результат. Как здесь говорится, делай, будет. То есть вы понимаете, что если вы будете делать, ну, предположим, там, коль мы говорим о карьере, выпадает это на карьеру, на бизнес. Там, стоит ли открывать или не стоит. Или как будет проистекать карьера. Вы понимаете, да, стоит, если ты готов усердно трудиться. Будет результат. Или что будет? Да, тоже будет процветание, будет результат. Не сразу будет потом, но непременно будет, только если ты будешь бить в одну точку. В общем, как делала и как вела себя принцесса и сфер в течение года, и потом еще там полугода после этого. К чему это все привело? И она не гналась за роскошью сразу, за впечатлениями, за славой. Нет, она себя достаточно скромно ввела. Ну, во всяком случае, мы ничего противоречащего не прочитали. И без шума и пыли оттачивала свои навыки все это время. И потом, в один прекрасный день, этот Паш Пентакли аккуратно, но сильно делает то, что всех поражает. И перескакивает через головы своих менее прилежных и более заметных коллег на карьерной лестнице. Что произошло вот так вот в один вечер с Аманом? Вот так вот закрутилось, закрутилось еще утром. Он был уверен, что у него вообще жизнь в шоколаде, и что все замечательно и прекрасно. Вот еще ему осталось этого Мардахея проклятого убрать с глаз долой и сердце вон, чтобы ему он вообще не мусолил вид. И все, и заживет он как в раю. И за один вечер он просто оказывается на виселице, которую приготовил этого самого Мардахея. А царица Исирь в этот момент, она взлетает до небес. Она избавляется от врага своего народа, от личного врага. Она привлекает в свой царский дом своего дядю и пошла, 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 пошла. Если мы говорим об этом как о карьере, то с чего она начинала? Даже если мы возьмем, что она просто стала обычной, это уже необычно, но обычной царицей. Но в какой-то момент ее слово имело такой важный вес и значение, что царь, в общем-то, слушал ее и верил, и внимал ее словам. Эта карта способствует тщательному изучению и освоению вымранного предмета. Человек погружается в дело с головой. Только с помощью новых людей и новых идей удастся прийти к осуществлению задуманного. В общем и целом, эта карта профессионализма как такового. Она описывает любую активность человека, в которой важно знание правил и действий. Специалист по мейкапу, ветеринар, старательный сотрудник банка, автослесарь, пожалуй, кто угодно. По духу Паш Пентакли скорее ассистент и практикант, но весьма способный и перспективный. Ну и понятное дело, я же говорю, в чем есть некий диссонанс, когда мы читаем о царице, вначале в Аште, Астень, а сейчас о Есфире, что она на роли царицы, на роли жены царя, а ты ее воспринимаешь как пажа. Но, знаете, давайте мы отбросим вот эти вот условности, вот эти вот все титулы и посмотрим на то, какую роль на самом деле она выполняла. То мы понимаем, что, и коль мы сейчас говорим о карьере, да, то мы понимаем, что действительно скорее ассистент и практикант, то есть весьма перспективный, и да, в скором времени так и случилось, но на момент, когда нам карта изображает вот эти события, и то, что идет сразу за этими событиями, когда измирается новая царица, то она выглядит в роли того самого практиканта и студента, который очень прилежно трудится, учится, работает и так далее. Финансы, в сфере финансов. Это возможность встать на ноги в финансовом плане. То есть это не говорит о каком-то процветании, не говорит о благоденствии. И, конечно, я понимаю, что сложно в голове, держа образ принцессы и Есфир, думать о том, что только встать на ноги. Но воспринимайте это как то, что... Помните, как быстро принцесса Вашти потеряла свое положение? Буквально за одну ночь не явилась перед лицом царя, и все, и лишилась своего титула. Как будто бы она и вовсе никакая не принцесса, а самый, что ни на есть, Паш. Просто хотите, будем называть тебя принцессой. Но ты по большому счету Паш. Я вспоминая на своей первой работе, официальной, я когда работал, то временами приходилось разгружать мебель, мыть полы, одновременно продавать, вести бухгалтерию, отправлять факсы, заниматься любыми какими-то организационными вопросами. И для своего вышестоящего руководства меня называли директор. Я был директором. Да, так вот, можно было назвать человека как угодно, важно, какие функции он выполняет. По большому счету, можно сказать, что я был пожом. Я мог выполнять самую разнообразную работу, но я был пожом. У меня не было какой-то... Как это сказать? Широкого коридора возможностей. Я действовал в рамках, в узких, которые мне обозначили. А то, как меня называли, по большому счету, могли бы меня назвать вообще директором мира, хозяином вселенной, но ты пол, пожалуйста, подмети и унитаз не забудь протереть. И все, и можешь потом идти и быть свободен. Так вот, и с принцессой вашей аналогичной ситуации. Пусть вас не смущает, потому что это принцесса, но когда мы говорим о финансах, то это возможно встать на ноги. То есть это что-то начальное, это все-таки паш, это не король. Первые заработки, начальная прибыль и вообще-то благоприятный аркан для финансовой ситуации. Так как говорит о наличии ресурсов. И да, вспоминая все, что происходило с Есфирью, у нее в руках появились ресурсы, и она ими воспользовалась. Представьте, что если бы она не стала той самой принцессой, если бы она осталась той девушкой, приемной дочерью Мардахея, которой она и была, могла бы ли она исполнить план по освобождению народа еврейского от возможной гибели, от рук Амана. Нет, не смогла бы, то есть в ее руках не было ресурсов. А здесь речь идет о том, что есть ресурсы. Но это пока ресурсы потенциальные. Имеется в виду, как потенциальные. Они уже есть, но их не так много, но ими можно воспользоваться и их увеличить, их приумножить. И вообще деньги, как одна из видов земной энергии, ощутимая, которую можно потрогать. Потому что земля, природа нам дает капусту, морковку, яблоки, а их продав, можно получить деньги. Можно получить пентакты буквально, физически. Так вот, их же можно и приумножить, их можно давать в рост. Вот, ты, самый простой пример, посадил картофелину, у тебя выросло ведро. Посадил ведро, выросло 10 ведер, посадил 10, выросло 100. И, в общем-то, вы понимаете этот нехитрый математический процесс, что в итоге через 10 лет это долго может показаться. Но так и работают пентакли, так и работает паш-пентакли. Это долго, это усердно, это упорно, это бить в одну точку. И это тебе потенциально даст большой доход. Вот, здесь, может быть, кто чуть-чуть знаком с какой-то финансовой, банковской сферой, есть такое понимание сложные проценты. Это когда, вот мы говорим там, что вы положили банковский вклад под 5% годовых. Это ни много, ни мало, это средняя такая цифра 5% годовых. И это немного, если мы возьмем, предположим, цифру в некий абстрактный, там, скажем, миллион долларов, ну, хорошо, это много, согласен. Давайте возьмем 10 тысяч долларов, то 5% из 10 тысяч долларов, это будет небольшая сумма, так, чтобы на эти проценты можно было бы жить. Тем более годовых. То есть это разделить потом на 12 в месяц, получается вообще ни о чем мизер. Но когда речь идет о том, чтобы эти деньги не снимать, то есть такое понимание, как сложного процента. О чем идет речь? Если мы, например, говорим о длительном вкладе, без возможности снятия, но с ежемесячной капитализацией, ежегодной, точнее, капитализацией на остаток, то получается, включается самый сложный процент. То есть что я имею в виду? Простыми словами, есть 10 тысяч долларов плюс 5%, сложно с математикой у меня, это будет, в общем, 10 тысяч долларов плюс 5%. На следующий год эта сумма уже увеличилась, и мы 5% прибавляем уже не к 10 тысячам долларов, а к 10 тысячам долларов плюс 5%. Понимаете, да? И каждый раз это будет сумма больше, больше и больше. В итоге такой вклад через 20 лет может дать очень большую сумму. А хочу заметить, что вы однажды вложили 10 тысяч долларов. Вы не пополняли каждый год снова еще 10 тысяч долларов. Это была изначально какая-то стартовая сумма, вот это небольшое вложение. Но именно так и работает стихия земля, именно так и работает пентакли. Если мы говорим о финансах, то это будет вот что-то такое. То есть первые заработки, начальная прибыль, благоприятный аркан для финансовой ситуации, так как вообще говорят о наличии ресурсов и то, что что-то будет развиваться медленно. Кстати, коль мы уже заговорили вот о таком виде вложений, то это тоже яркий пример конкретно в сфере финансов, как работает Паш Пентаклич. Это будет долго, медленно, но уверенно, стабильно, прогнозируемо. Просто нужно подождать. Я в своем таком взрослом детстве как-то с родителями был разговор по поводу того, что можно, говорю, взять участок земли большой, а в общем-то у нас с этим в Украине проблем нету с тем, чтобы далеко от города был участок земли. Предположим, большой там, несколько гектаров. И засадить его дубами, либо засадить его орехами. Ну, имею в виду какой-то древесины, чья порода будет ценна впоследствии. И через 80-100 лет, срезав этот самый лес, можно получить приличный доход. Но я его не получу. И отец мой его не получит, этот доход. Возможно, мой сын получит. А возможно, его внук. Вот так работает земля. Вот так вот работают Пентакли. Но это было бы стабильно. Это было бы однажды, скажем так, сделано, вложено, потрачено какие-то усилия. А дальше оно бы просто росло и просветало. Оно бы давало свой прирост, как вот этот самый сложный процент, который на остаток добавляет каждый год 5%. Снова на остаток 5%. И так далее, и так далее. В итоге можно прийти к тому, что в один момент этот внук срезает весь этот лес и говорит спасибо тебе, дедушка, за то, что ты однажды посадил этот лес. Но, увы, дальше идеи это не дошло. Возьмите на заметку, если хотите. Начинаемое дело вполне может оказаться прибыльным и дать ожидаемые плоды в скором времени. Это как такой некий прогноз по этой карте. И вспоминая Исфирь, мы вполне себе знаем, что так оно и случится. В отношениях. В отношениях. Если эта карта выпала человеку, который мечтает добиться успеха в любви, то она буквально говорит следующее. Давай, работай над этим. Или, как помните, в карьере. Делай, будет. Здесь то же самое. Паш Пентакли в сфере любви, чтобы вы понимали, он ничем особо не будет отличаться от карьеры. Он также будет брать и делать. Ставь в реальные цели. Создай план. Паш Пентакли способен полностью сконцентрироваться на другом человеке, воспринимая его как драгоценное достояние. Он буквально готов носить на руках, издувать пылинки и в то же время жадно лакомится своим счастьем до потери пульса. Этот чувственный представитель земной земли воспринимает партнера так, как не дано больше никому. И с одной стороны, это может прозвучать несколько, может быть, как будто бы пропажа кубков, но здесь мы говорим, я же говорю, эти торжественные понятия эмоций и чувства, мы несколько говорим о другом. Паш Пентакли, вообще, кто такие вот Пентакли, да? Вкусно поесть, полежать на комфортном диване, потрясающий, замечательный секс, любые какие-то чувственные отношения, все то, что можно потрогать, все то, что можно погладить, все то, что можно вдохнуть, ощутить. То есть, если мы говорим об отпуске, то это будет отпуск комфортным, где можно насладиться, где не надо тебе бежать в горы, сломя голову, но только если это не будет наслаждение каким-то потрясающим видом, либо если на той вершине меры не будет находиться особенный ресторан, где ты сможешь вот просто кайфануть, сидеть, тебе будет удобно, ты будешь созерцать какой-то там прекрасный вид на долину, тебе принесут напитки, еду, вот это вот все. Поэтому и отношения строятся вокруг этого. Когда мы говорим о Паже Пентакли, вот тут впору вспомнить как раз царский двор, и может быть даже вспомнить и нашу первую героиню, принцессу Вашти, когда она устроила пир, отдельный пир для жен вельможей. И в целом, помните, пир 180 дней, все эти богатства, там описывалось, больше стихов потрачено на описание всего этого пира, чем на саму первую принцессу Вашти. Какие там были мраморные колонны, полы из мрамора, перламутры, ткани, ехунтового цвета, какие-то шнурки, и вот это вот все-все-все красиво. В общем, по Пентакли ему оно очень звучит. Вот такой вот момент, вы мысленно это все перенесите на взаимоотношения и должны понимать, что по Пажу Пентакли, если мы говорим о человеке, который идет под этой мастерой, это будет человек, для которого очень важно комфорт, важно в целом не что происходит, а как происходит. Если мы говорим о сексе, то как он будет происходить? Не само наличие, не сам факт, что это уже случилось хорошо, а именно как. Это очень важно, это очень обязательно. То есть какое будет освещение, какой будет запах, насколько будет удобная, комфортная обстановка, музыка, не будут ли какие-то отвлекающие звуки, все ли будет приготовлено для того, чтобы полностью погрузиться в это, чтобы прочувствовать это всеми пятью органами чувств. Если мы говорим о работе, то здесь аналогично, то есть он создаст вокруг себя такие условия, которые позволят ему погрузиться в эту работу максимально и воспринимать ее также максимально. Но мы про отношения. Если мы говорим о каком-то быте, имеется в виду совместная встреча, приготовить ужин, ремонт, ремонт, ну это, конечно, большая уже такая финансовая сфера, да, но оно же все идет, оно рядом, невозможно переключаться из одной сферы в другую, проводя четкую границу. То есть дело и ремонт, это одновременно может быть и сфера финансов в Пентакли, и одновременно сфера взаимоотношений, потому что происходит контакт с близким человеком, вы выбираете вместе паркет, в конце концов, и сейчас необходимо определить, насколько будет тебе комфортно на него наступать. Насколько тебе будет радовать структура древесины натуральной, либо ты будешь видеть отблеск пластикового ламината. Для Пентакли это очень важно. Ну, для кого-то важно, для кого-то нет, ну, имеется в виду, что я имею в виду наличие самой структуры. Кто-то придает именно этому значение, но то, что Пентакли на это обращают внимание, это факт. Поэтому отношения строятся вокруг этого. И это не хорошо и не плохо, оно таковыми является, и здесь есть как свои плюсы, так и минусы, смотря с какой стороны мы на это смотрим и воспринимаем. Ибо такой человек способен как требовать такой комфорт к себе, так и дарить его в равной, если не в большей степени. Он способен, Паш Пентакли, угадывать психическое состояние близкого человека, но не как Паш Кубков, не эмпатично, а через физическое восприятие. Помните, как мы с вами, я говорил вот насчет музыки, да, вот эта же механика, вращается винил, игла скачет, передается звук, это все звучит, а внутри у нас все обрывается, а внутри просто птицы какие-то порхают. И хочется рыдать, и хочется смеяться, плакать, а порой это попеременно или одновременно. Так вот, и Паш Пентакли, он способен угадывать психическое состояние человека по запаху, различать четыре оттенка его ресниц, в зависимости от времени суток, и буквально есть его, пить его, дышать им. То есть он человека воспринимает своим телом. И я тут склонен предположить, что масть Пентакли, то есть человек по Пажу Пентакли, он в большей степени, больше всех остальных, воспринимает себя, свою личность, со своим телом. Глядя на себя в зеркало, он смотрит на себя и говорит, это я, Евгений, вот так как я выгляжу, вот эти вот руки, вот это вот лицо, это борода, это лысина, это вот я и есть. В отличие от других мастей, которые в большей степени могут себя разграничить и понимать, что это вот моя оболочка внешняя, но есть также и внутренняя, и они могут несколько отличаться. Еще раз, это не хорошо или не плохо, это особенность Пажа Пентакли. Он воспринимает так мир и так он любит, и так он строит отношения относительно того, что можно потрогать, погладить, за что можно ущипнуть, чему можно улыбнуться и так далее. Так, что же, он действительно, Паж Пентакли, способен обсуждать оплату счетов, невозмутимо рисуя узоры на теле другого языком, а когда язык нужен для разговоров, то пальцем. Именно он позаботится, чтобы ужин был вкусным, кровать удобной и не забудет, что после секса партнеру хочется пить. Подобные отношения с его стороны диктуются действительно не романтизмом и желанием совершить эффектный жест, а заботой и простым пониманием, что все это важно. И все это конкретика. А исходит это от чего? Я уже говорил от чего? От того, что стихия Земля воспринимает весь окружающий мир через свое тело, через то, что дано Матушкой Природой. То, как устроен мир, вот Пажи Пентакли, как никто другой, и Масть Пентакли, как никто другой, это плоть от плоти Земля, то, из чего сделана вся наша планета. Они ее лучше всего чувствуют, лучше всего понимают физические законы, которые происходят, они лучше всего с ними взаимодействуют, они лучше всего ими управляют. И любят так же, и воспринимают мир так же, и любовь понимают так же, как через нечто физическое. Так, значит, совершить эффектный жест, а заботой, простым пониманием, что все это важно. Это же тело, это же потребности, это же жизнь, ты же это любишь, что может быть существеннее? Да, вот так вот рассуждает Паш Пентакли, и он будет прав со своей стороны, и именно так выражается его любовь, и такую любовь он ждет в ответ. Любовь практическую, любовь, которая несет комфорт, которая несет приятные ощущения для тела, условную для глаз, для ушей, для обоняния, тактильные какие-то прикосновения. Во всем этом должна выражаться любовь по Пашу Пентакли. Поначалу он предпочтет просто осведомленность, со временем станет безошибочно сам рожать, что может понравиться. Паш Пентакли выберет самый банальный подарок, например, духи, но с ароматом вода и так, что не будет слов. Почему духи? Это может быть духи, это может быть мобильный телефон, это может быть что-то приземленное, очевидное, порой может быть практичное и осязаемое, но со временем попадет в десяточку, потому что научится так считывать с вас информацию, так угадывать ваше желание на уровне физики тела, что каждый раз будет безошибочно угадывать именно то, чего вы хотите, и это будет казаться какими-то прям экстрасенсорными способностями. Паш Пентакли символизирует практические навыки. В сексе, как земном и телесном действии, практических навыков у него будет достаточно. Что касается аспекта психологического и личностного, то воспитанием его чувств можно и нужно заниматься. Да, в пожа, чаш он не превратится, но что-то обязательно уловит и усвоит. Близость к природе и тяга к физическому контакту приводят к тому, что платонические отношения его никогда не заинтересуют. Если перспектива секса не просматривается хоть как-то, то большого смысла в происходящем для него не будет. Эта карта тесно связана с осознанием, принятием и реализацией своей земли, тела, а следовательно и сексуальности. И вот здесь разделение между пожом кубков и пожом пентаклия относительно того, что для одного любовь это больше что-то платоническое. Вспомним мы, что-то я не знаю, почему у него образ Перо из Муратино всплыл, как пожа кубков, как кубковую масть. Ну, может быть, несколько в таком негативном прочтении, но все же ярко изобразили его. То паж пентаклии это его некоторая противоположность. То есть то, что для пожа кубков будет являться любовью, для пожа пентаклии это будет какой-то чушью несусветной и чем-то непонятной вообще. В чем ты говоришь? Это же неудобно, это непрактично и какая тут любовь? Любовь это нечто другое. И поэтому здесь авторы пишут о том, насколько важен секс, потому что именно через него воспринимается любовь как таковая. Потому что как ты можешь объяснить свою любовь, если ничего физического не происходит? Просто сказать словами этого недостаточно. На какие-то глубокие чувства, на эмпатию, ну, пусть это не обидно прозвучит для пентаклей, и здесь нет ничего обидного. Ну, просто по-разному воспринимаем этот мир, по-разному воспринимаем вторую половину. И, кстати, почему я эту часть еще оставил, потому что в том числе она касается и нашей девушки, наших девушек. Мы видим, какая у них роль была изначально при царском дворце. Особенно, когда мы говорим про Исфир, когда она еще не стала царицей, а была в том числе среди всех остальных приглашенных девушек. И когда каждую девушку вызывали, она проводила ночь с царем, а потом на следующий день утром она уходила уже в другой дом и могла к нему вернуться, только если царь ее позовет лично по имени. А так была новая девушка на очереди. Ну, понятно, что они не интеллектуальные беседы там вели. То есть и в том числе вот этот такой контекст небольшой, он также сквозит здесь насчет взаимоотношений между противоположными полами в разрезе пентаклиевой масти. Как это выглядит, да, то есть это им должно быть как-то физический контакт, физическая близость. И даже тот пир, который проводила Исфир один, второй, он также об этом говорит. Можно было бы просто сесть и поговорить по душам с человеком или прогуляться в парке или там, ну, то есть как-то в другой масти, наверное, и были бы другие какие-то методы. Но именно здесь составители колоды Лос-Корубеу подобрали так эту карту этого персонажа, чтобы нам показать вот эту приземленность, вот эту ощутимость отношений, что они вот такие, они вот конкретные, должна быть вкусная еда, вино, должна быть красивая одежда, красивые девушки, молодые парни, то есть все должно быть вот так, как с картинки, прекрасно, замечательно, как в фильме. Неощутимо чисто потрогать, чтобы можно было это все в переверном значении, в реверсе. И вот тут стоит сразу сейчас нам думать с вами о принцессе Вашти, потому что, помните, как часто мы в других картах, когда у нас был один какой-то персонаж, мы с вами размышляем, а что если бы он не сделал так, а что если бы Авраам все-таки принес в жертву своего сына, или наоборот, если бы он в какой-то момент отказался по десятке жезла, помните, приносить в жертву своего сына, а тогда была бы перевернутая карта, он бы столкнулся с реальностью, он бы от нее отказался и сказал бы нет, не хочу. А у нас здесь сейчас есть антипод реальный конкретный в виде другого человека, вот есть Есирь, а есть Астинь, Вашти она же. Так вот, в перевернутом значении Паш Пентакли символизирует суетного человека, витающего в облаках, расточительного, не желающего подчас считаться с очевидными фактами, связавшись с ним, вопрошающий рискует материальными потерями. Это халтурщик, халатно относящийся к исполнению своих обязанностей и малоспособный учиться на ошибках. И вот давайте мы вспомним вот эту вот девушку. В том небольшом коротком эпизоде мы можем с вами прочитать много слов относящихся к ней. Это и халатно относящийся к исполнению своих обязанностей. То есть, коль ее царь звал, значит, она же понимала, что она должна явиться, она может явиться. Но если бы это было не так, то не приходили бы семьи внухов. И там бы в Библии было бы написано об этом как о событии из ряда вон выходящего. Ну, мол, всегда было так, а тут царь такого что-то захотел прямо от нее невообразимого, чего не следовало бы вообще делать и ожидать. Нет. То есть, он говорит, Библия говорит о том, что он захотел, чтобы она пришла, явилась перед лицом его подчиненных, и он похвалился ее красотой, чтобы она одела свою царскую корону. То есть, она в итоге халатно относилась к исполнению своих обязанностей. Мало того, не способна была учиться на ошибках. Также говорит о расточительном человеке, который не желает считаться с очевидными фактами. Ведь она знала, чем это грозит. Помните принцесса Исфир, которая вскоре появилась после Астинь, она говорила своему дяде, приемному отцу, Мардахею, что если я явлюсь, не только я, вообще, любой, кто я, если передется царя, без предупреждения, может быть казнен, если царь не прострет свой скипетр. То есть, это же явно было не сейчас, не вчера придумано, это же и раньше существовало. И понятное дело, что и Астинь, ваше, об этом знала. Знала, что ее ждет, если она ослушается царского приказа. И вот мы как раз об этом и читаем в реверсе, в переверненном значении. Значит, человек, который не считается с очевидными фактами. Не считалось? Не считалось. И не научилась на ошибках. Желание объять необъятное. Неспособность удержать во внимании одну главную цель. У нее была главная цель, их не так было много. Она могла бы дальше продолжать свой замечательный пир, дальше продолжать жить, процветать, развиваться. И все, чем она хотела заниматься, она бы и занималась, если бы она не упустила из вида главную цель. Главная цель у нее какая была? Она была женой царя. Это ее главная цель. Все, больше у нее главных целей не было. Ну, как были другие главные цели, но когда эта цель начинала переходить дорогу к другим главным целям, то ты понимал, ты должна была понимать, где твоя главная цель, ей следовать. Но, как мы видим, она не не увидела эту главную цель, потеряла ее из виду. В ходе развития процесса что-то пошло не так. Поэтому процесс либо необратимо нарушился, либо результаты, полученные вами, ни в коей мере не соответствуют ожиданиям. Мы видим, что случилось с принцессой Астинь. Она была выгнана из царского дворца и лишена своего титула. Иногда перевернутый паш в Пентакли приносит неприятные новости. Планы отменяются, проекты сворачиваются, возможности не достигают актуализации. Если по этой карте это нужно запомнить и заучить, вот в таком значении, то здесь мы просто вспоминаем в Аште и понимаем, о, это неприятная новость, пришли семь елнухов в перевернутом значении. Вот они пришли, она пирует со своими девушками-понружками, женами вельмож, а они пришли, мол, явись к царю. Она топает своей ногой, отодвигает их рукой, говорит, не пойду. Неприятная новость, явно ей не хотелось этого делать. Если бы хотелось, то пошла бы. Ну и была и другая неприятная новость для нее, да, потом свержение с престола. Другие значения карты в перевернутом значении это упущенные шансы, были, были, и учеба на своих ошибках. Но училась на своих ошибках, учеба в кавычках, то есть уже такая ошибка, что дальше некуда. Настолько, что второго шанса вообще-то у нее и не будет, но она на всю жизнь научилась. Традиционное значение перевернутой карты щедрость. Ну, наверное, для кого щедрость, а для кого и нещедрость. С чего-то к роману выпало, а в читок роману упало. То есть я бы сказал, что для Исфири это оказалось ситуацией щедростью, потому что потеряв престол в аште, она его отдала Исфири по большому счету. Расточительство, растрата, матовство, ну, то есть проматывание впустую, да, денег, молодости, времени, ну, ресурсы, по большому счету. Безнравственность, тяга к роскошной жизни за чужой счет. Почему безнравственность перевернутом значение? Потому что если в прямой карте, мы говорили о взаимоотношениях и там они такие должны быть чувственные в плане меду секса, в плане интимной близости, то в перевернутом это, ну, прям перебор. То есть перейти разумно какие-то рамки приличия и превратиться в безнравственность. Тяга к роскошной жизни за чужой счет. Вот у принцессы Астень это прослеживалось. Мы видели, что она устроила этот самый пир в другом доме при царском дворце, но это было все сделано за счет не своих личных денег, а за счет царя Артексеркса. Неудачный шанс для зарабатывания денег. В худшем смысле это общая бесплодность дела, о котором задается вопрос по всем параметрам. Это как самый худший результат, то есть, условно говоря, нет, да? Вот так вот да, а так вот нет. Если так можно выразиться. Так, что мы с вами? Идем полтора часа, идем нормально. По зодиакальному дому, конечно, конечно, трудно, трудно, трудно пришлось, опять же, пришлось поломать голову, в том смысле, что Паш Пентакли это стихия земля, а это у нас либо телец, либо козерог, телец, козерог дева, да? Один из трех вариантов. Но, почитав, что у нас относится к Пажу Пентакли и почитав о зодиакальных домах, пришел к выводу, что это все-таки у нас близнецы, это близнецы, но также и Меркурий, а Меркурий у нас он прямо в близнецах. Там присутствует очень ясно. И почему именно у Пажу Пентакли, так можно сказать, сейчас вы поймете почему Меркурий, почему близнецы. Мы будем в самом деле третий дом разбирать полнее в других картах, поэтому, в Тарших Арканах. Поэтому здесь вкратце эта информация. Если в первом доме фигурирует символически говоря лишь сам человек, вон, это у нас Овен, это вот я, и все, к большому счету внешнего мира не существует. Вот я такой сам себе прекрасный, замечательный, все. Во втором доме появляется дополнительный внешний мир. А веселом подводный приводил такой пример. Человек идет по улице. Идет, он сам себя погрузился, задумался, в него включен первый дом. Потом в какой-то момент загорается свет в окне многоэтажки. Он, о, а я, кажется, здесь не один. Это будет второй дом. А третий дом, это когда человек встречает прохожего, который спрашивает у него, как пройти в библиотеку в 2 часа ночи. И человек, глядя на него, оценив его с ног до головы, имеется в виду, идентифицировав его, мужчина, либо женщина, возраст, в общем, все, что он может в общем и целом сказать об этом человеке, он ему сообщает нужную информацию, и они с ним разошлись и пошли дальше. Если же он, молча, не глядя на него, там, буркнул и сказал, какое время, то у него третий дом не включится. Вот, чтобы так можно было на таком примере простом разограничить, как этот дом появляется в разных ситуациях. В общем, мы сейчас о третьем доме. Значит, во втором доме появляется дополнительно внешний мир, воспринимаемый как среда обитания, то в третьем доме в этой среде человек выделяет себе подобных. То, что я говорил, о, появляется такой же, как и я, и спрашивает, который час. Вот я его сосканировал, идентифицировал, он, в принципе, такой же, как и я. Таким образом, третий дом это человеческая среда обитания. По третьему дому идет общая этика человеческих отношений. То есть, принципы сознательные, подсознательные, по которым человек строит свое поведение и отношения людей вообще, безотносительно к их социальному положению и отношению к нему лично, а также то, как он вообще воспринимает мир и людей. И, конечно, тут несколько сложнее, потому что, что Исфир, что Астинь, они, конечно, не воспринимали мир в общем и целом и взаимоотношения с людьми. А когда мы говорим особенно в отношениях с царем, с Ратаксерксом, с тем же Аманом, врагом, то там появляется уже отношение такого личностного характера. Но не беда, потому что есть это логическое объяснение, противоположный третьему дому это девятый дом, и вот там как раз вот такие вот личные вещи, они уже больше чувствуются и проявляются. Но здесь, в том числе, в этой карте у нас также и вот в целом осознавание себя человека вот в этом мире, в социуме, в обществе прослеживается. И по Исфире, ну, коль мы о ней больше говорили, то давайте о ней продолжить разговор. Когда она социализировалась, когда она стала вот в царском дворце, помните, она целый год готова для встречи с царем, она его лично не знала, то есть это в целом такое было, я же говорю, ее становление в этом социуме. Она была среди равных прочих, таких же на других девушек. То есть такая очень близнецовая тема. Однояйцевые, такие одинаковые они все, инкубаторские были эти девушки, если так можно выразиться. Еще раз, значит, по третьему дому идет общая этика человеческих отношений, то есть то, что и происходило во дворце. Каждой из девушек в правой степени было выдано эти притирания, мази, и каждый из них рассказывал, что нужно делать. И каждая вела себя по большому счету одинаково. Жили в одинаковых местах, у них были одинаковые учителя, одинаковые процедуры, одинаковое количество ирюнина, им на это все отводилось. Вот это все по третьему дому, по которым человек строит свое поведение в отношении людей вообще, безотносительно к их социальному положению и отношению к нему лично. Хотя каждая из них была же с прицелом на встречу с царем, но вот именно в тот момент, когда они были все при царском доме и их готовили, это был включен третий дом. И это была такая вот близнецовая тема. Помните, это у нас... Мы же разбирали уже, по-моему, Иерафанта. Да, разбирали, точно. И третий дом мы сами разбирали полнее. То есть это вот такое вот обучение, которое дается всем в равной степени, без того, чтобы выделить кого-то конкретно. Пока что, да? Но помним о девятом доме, о противоположном доме. Важный аспект третьего дома это обучение, точнее, социализированное обучение, происходящее через человеческий фактор, то есть с помощью учителя или эквивалентной по роли фигуры. И хотя напрямую не сказано, что были какие-то учителя, но повторюсь еще раз, я очень сильно сомневаюсь, что в течение 12 месяцев этим девушкам только втирали мировые масла в тело. В конце концов у Исфири был учитель такой вот, ну это больше уже по девятому дому персональный учитель, именно лично для нее это был Мардахей, но имеет место быть, потому что, скажем так, то уже что он говорил и как он говорил могло переключаться как с третьего, так и на девятый дом, смотря насколько это было духовное либо какое-то общее моральное какие-то принципы. Обучение по третьему дому идет по пути расширения знаний о мире и развитии навыков взаимодействия с ним, в отличие от духовного ученичества по девятому дому. Впрочем, отчетливое включение любого дома всегда сопровождается фоновым присутствием противоположного, а в оппозиции третьего и девятого домов это особенно ясно. Хороший, практически учитель третий дом обязательно временами играет роль духовного и наоборот. Тут я усматриваю только скорее в большей степени роль Мордохея в жизни и сфере как того самого учителя, который действительно научал ее, он наставлял ее и как вести себя с царем и вообще в целом в ситуации с Богом. Бог же напрямую к ней не обращался, он выступал здесь в роли учителя, как следует ее вести и возможно именно ты и избрана была для того, чтобы спасти сейчас народ Израиля от погибели здесь в этом плену. По третьему дому можно скандалить и конфликтовать, если человек видит в оппоненте не личность, а некоторый семирательный социальный образ. Мол, явился не запылился вечно пьяный, как и все твои дружки. И вроде как бы напрямую к человеку ты обратился, но как-то так обобща, обобщил. И хотя мы не слышали, не видели никакого диалога между принцессой Вашки и циром Артаксерксом, это все прохладило через Емнухов, но вот эта конфликтность, скандал и неповиновение, они также идут по третьему дому, особенно если есть безличностный какой-то конфликт. А он у нас в общем-то и был. Мы не видели того, чтобы явился Артаксеркс и у них как по седьмому дому произошли какие-то стычки, столкновения, что вот мол ты теперь враг мой, я в лице твоем вижу то самое непримиримое существо. Нет. Это какой-то собирательный социальный образ. И хотя повторюсь, царь там был конкретный, вполне себе осязаемый, но там были и вельможи, там было некое вообще понимание такое социальное, мол, приди, как собачка, прибеги, станцуй перед нами или там просто покажись, мы полюбуемся тобой, я поховлюсь какая-то и у меня умница, красавица. Ну, типа, здрасте, дудки вам, да, вот такое вполне может по третьему дому быть, оно и произошло. Аналогично, как правило, по третьим домам идут конфликты и прочие социальные взаимодействия на улице, в очередях и общественных собраниях при активизации третьего дома, даже в нижней его октаве. Обязательно тенью девятого дома проскользнет обобщение о духовных началах. Ну, мы только что о конфликтах в царском доме поговорили, да, вот как это, здесь идет речь как социальное взаимодействие на улице, в очередях, в общественных собраниях. Это было не нечто личное, это был большой пир, там было очень много гостей, 127 округов в этой стране, много было очень вельмож, у вельмож были жены, по-любому были семьи, почему с детьми, я уверен, потому что полгода длился пир, невозможно было приехать, не взяв с собой семьи, то есть съехались прям с семьями, это была показуха и та еще. Поэтому явление было социальным, это была не какая-то такая междоусобная стычка внутри. Вообще, для того, чтобы ориентироваться лучше в астрологических домах, следует иметь в виду, что дом редко бывает активен один, как правило, фоном к нему обязательно возникает противоположный, в нашем случае это девятый зодиакальный дом. Это аркан дьявола, если что, это у нас стрелец, если что, огненная масть, ну если мы говорим про учителя, то это такой учитель конкретный, учитель для тебя персональный, учитель духовный, иерафант, это вот для всех и вот, условно говоря, вот просто вот писание, Библия, вот это для всех, это будет по иерафанту, а духовный учитель по дьяволу, я понимаю, что это сейчас звучит кощунственно, это будет, который докопается до какой-то буквы, до какого-то стиха и перенесет вас, может быть, еще там в какие-то углубленные знания, может быть, зацепит какую-то историческую справку, контекст, какие-то второканонические книги, что вполне может быть логичным, правильным, и так далее, и так далее, но это уже такое будет, в общем, есть общее образование, да, а есть высшее, это такое узкое специализированное, после которого ты приобретаешь еще более какие-то обширные знания, но в узкой сфере. Третий дом стоит над большим семейным сборищем, что у нас тоже присутствовало, куда гости приглашаются по принципу родства и торжествует эгрегор большой семьи, особенно эффектно это выглядит, когда предметом обсуждения является необходимость вернуть на путь истинный паршивую овцу, чем не пример у нас и события, произошедшие с Астинь. Вот этот огромный пир, вот этот сборище семейное, и нашлась паршивая овца, которую тут же ночью издали указ и наказали. Некого такого семейного урода, норовящего ускользнуть из семейного лона в очередную без нападения. Она себе устроила отдельный пир для женщин, и когда оттуда ее захотели выдернуть, вот и она стала той самой паршивой овцой, тем самым семейным уродом. Это все по третьему дому, да. Сильный третий дом дает человека с большим кругом общения, или во всяком случае, со склонностью к интенсивному общению с людьми. Это тоже присутствовало. Она не была принцесса-вашки с задворником, она сделала огромный пир для всех этих женщин, вельмож, и в общем-то они там занимались какими-то своими женскими делами. Меркурий. Следует о нем также поговорить, как об отдельной планете. Без Меркурия человек совершенно беспомощен. Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Рациональное мышление это то, что по распространенному мнению отличает человека от животного. Именно с помощью Меркурия человек создает себе особую ментальную реальность или набор ментальных конструкций и представлений. Речь идет о, по большому счету, разуме. И это очень хорошо у нас свяжется с тем, что мы читали о Паже Пентаклей, как о прилежном, настойчивом, трудолюбивом, усидчивом, усердном и вот такие подобные эпитеты, применимые к этому человеку, к этому персонажу. Так вот, без Меркурия, точнее, по Меркурии это и происходит. Вот это все в голове включается для того, чтобы ты это мог все делать. Меркурий символизирует мысль, идею, человека, приносящего какое-либо известие или само это известие. Вот оно. Меркурий управляет близнецами и девой. А вот тут уже поближе, потому что Меркурий управляет и девой, а дева у нас это будет земной знак, это Пентакли. И вот по деве, мы с вами будем ее разбирать в другом старшем аркане в Отшельнике, когда дойдем до него, но вот по деве как раз идет та самая усидчивость, вот это вот умение бить в одну точку, усердие, быть скромно незаметным, в какой-то момент выстрелить. То есть, вот я же говорю как эсфирь, то есть тихонечко сидеть, заниматься своим делом, а потом, когда будет возможность расправить скрылья и всему миру объявить вот какая я. поэтому Меркурий и Дева очень связаны. И оказывается, Близнецы в данном случае тоже с этим парнем связаны. От этих знаков, имеется в виду Близнецы и Дева, они называются подвижным крестом, Меркурий получает чрезвычайную мобильность и умение приспособиться к любой ситуации, а также умение создавать необычайную суету. То есть, вот это взаимодействие Девы, Близнеца и то, как в них ведет себя Меркурий, вот как раз называется подвижный крест вот этих два знака Зодиака. Меркурий получает чрезвычайную мобильность, умение приспособиться к любой ситуации, а также умение создать необычайную суету. Вслед за Близнецами он может на любое явление посмотреть с другой стороны, а от Девы наследует стремление к точности выражения. Близнецы это такое взагали по загалям, то есть, это по верхам это много обширной информации, одинаковой для всех, а по Деве это вот усидчивость, усердие, то есть, это способность в какой-то момент остановиться, хвалит уже это отметание, остановиться и двигаться в одном каком-то направлении, в одном векторе. Как вот тут написано, что Меркурий от Девы наследует стремление к точности выражения. Автор пишет, не следует путать знак и планеты. Знак в нашем случае это Близнецы, а планеты это Меркурий. Почему? Потому что знаки характеризуют стили и общее обстоятельство происходящего. А планеты суть источники и центры притяжения энергии. То есть, планеты, они вот как знак, это будет скорее как некий какой-то фон, в целом должен восприниматься о человеке, а Меркурий это уже какая-то отличительная черта характера, либо манера действия какой-то той или иной ситуации, способ поведения, принятие какого-то решения. И вкратце поговорим также, что у Меркурия есть четыре уровня проработки, так же, как и у зодиакального любого дома. На первом уровне Меркурий, человек создает видимость наличия у него рационального мышления. То есть, создает видимость. В действительности его мышление есть более или менее успешное ориентирование очень небольшим числом штампов, принятых в его социальной среде. Давайте на второй уровень сразу перейдем. На втором уровне проработки Меркурия человек начинает осваивать самостоятельное рациональное мышление, то есть, ему приходят в голову мысли и рассуждения, не являющиеся точными копиями общественного сознания. То есть, такое что-то уже конкретизированное. Если на первом уровне мы в большей степени могли бы понять что-то как бы близнецы в таком чистом своем виде без включения Девы, без включения Меркурия. Какие-то такие общественные штампы, вот что там запомнил, просто человек это ретранслирует. И есть такая в Библии пословица, мы ее сейчас немножко перефразируем. И глупый, когда молчит, может показаться мудрым. Так вот, если нахватавшись каких-то умных фраз, фраз выражений, начитавшись каких-то там анекдотов и уместно их сказав, может сложиться впечатление, что человек обладает способностью к какому-то рациональному мышлению. Но это как раз из-за того, что он создает такое ощущение на этом первом уровне и пользуется какими-то штампами, причем небольшим количеством. Вот он понял, что это работает и это ретранслирует. А на втором уровне проработки Меркурия, то есть человек уже он самостоятельно может освоить рациональное мышление и ему уже в голову приходят идеи, как будто бы взяты не из общего источника. Да, они взяты из общего, но он их уже смог немножко адаптировать под какую-то конкретную ситуацию. На третьем уровне проработки Меркурия человек учится создавать сложные по структуре ментальные модели и даже совершенствовать их язык. На обыденном уровне восприятия люди скажут, что это интересный творческий человек со своим взглядом на мир. То есть уровень мышления доходит до того, что человек с легкостью создает какие-то свои модели поведения, мышления, то есть то, что он выдает в окружающий мир. И о таком человеке можно говорить уже как творческий человек. То есть уже его можно даже спутать, условно говоря, с кубковым. На четвертом уровне проработки Меркурия человек учится растожествлению со своим ментальным телом, то есть отделяет себя от своих мыслей и ментальных моделей и представлений. И вот это то, что я вам говорил и что очень сложно воспринимается мастью Пентакли, потому что они себя ощущают, вот тело это я и есть. Но на четвертом уровне проработки Меркурия, а я уже неоднократно говорил, что это уровень Бог, это вот просто гуру, это сенсей, то есть это человек, когда он способен уже отделить себя физического от себя ментального. То есть идет, как здесь Андрей пишет таким сложным словом, раз отождествление со своим ментальным телом, то есть отделяет себя от своих мыслей, ментальных моделей и представлений. Теперь он видит, откуда приходят к нему мысли, то есть ментальный план, и понимает, что выступает лишь их редактором на том или ином языке. На четвертом уровне проработки Меркурия человек получает возможность своей мыслью, в особенности четко и на адекватном языке, выраженной, влиять на окружающий мир, то есть резко повышается его реализационная власть. Ну, мы уже говорим и о взаимодействии с внешним миром, о том, что на четвертом уровне проработки этого самого Меркурия человек, доведя свой мыслительный процесс до такого уровня, что он с легкостью может управлять ситуациями, управлять другими людьми, влиять на них очень-очень сильно. Понимаю, несколько эта тема сложна в плане восприятия, особенно по Меркурию, особенно в разрезе наших принцесс, и, честно говоря, я, наверное, больше ее прочитал, вам пересказал для расширения кругозора, нежели к привязке самой карты, потому что у нас здесь не было ситуации, когда можно было бы явно сказать, что проигрывался Меркурий. Близнецы, глядя, да, а Меркурий, это больше, повторюсь, для понимания того, как все-таки, почему близнецы, да, почему близнецы, потому что Меркурий в этом подвижном кресте, он связывает близнецов и связывает Деву, и если бы это были чисто близнецы, то это был бы не паш Пентакли, это было бы такое, говорю, по верхам, человек не мог бы сконцентрироваться, сосредоточиться, он бы быстро скакал с одного на другое, и это был бы скорее такой перевернутый паш. А вот в прямом значении у него есть прилежность, усердие, усидчивость, способность двигаться к цели маленькими шажочками, не превозноситься, не возгордиться, вот по Деве, в общем, да, вот такое уже концентрация внимания происходит. Так, что у нас с вами есть, что у нас с вами осталось? Я предлагаю тогда, наверное, сейчас по соответствиям пройтись, а потом уже для тех, кто захочет, можем альтернативную историю послушать насчет принцессы вашки. Так, по соответствию, если мы говорим с вами о кардиере, о развитии в социуме, это у нас масть огня, жезлы, то, опять же, стоит напомнить, что в отличие от карты, от всех, почти всех карт Густава Дере, мы еще, конечно, всю колоду не разобрали, но большинство, наверное, процентов восьписно в скидку, у нас так или иначе будет конкретный персонаж изображен. И у нас, в принципе, все карты строятся вокруг того, что мы создаем какой-то архетипичный образ вокруг данного урока, данного какого-то персонажа. И они у нас все, ну, как будто бы выглядят придворными, что ли, да? Но когда мы говорим о классической колоде в это, то это у нас придворная карта, и она зачастую может указать на какого-то конкретного персонажа в раскладе. Либо на нас самих в этой ситуации, либо на кого-то, кто появился для нас в этой ситуации, хорошего, либо плохого. не часто, но также показывает в практике и какую-то ситуацию, которая проигрывается как по пажу. Поэтому, когда мы сейчас говорим с вами о карьере, то мы можем, конечно, разделять как саму ситуацию, то есть, условно говоря, как придут переговоры, да? Но и человека, когда человека нанимают на работу, каким он будет сотрудником, да? И вот такая карта выпадает. Короче, сосредоточенность. Это у нас и тут, и здесь очень хорошо воспринимается, мы помним, если воспринять жизнь и сфере как карьеру, особенно по части, когда она поняла свою роль и свое предназначение на царском престоле, что ей нужно спасти еврейское население от погибели, то у нее включилась сосредоточенность. Она именно так стала действовать. Ну, мы сейчас еще почитаем, как еще она действовала. Вот тут я через черточку я приводил слова, которые как бы в прямом значении и в негативе ощущаются. Здесь можно сказать, что человек аккуратный, присутствует какая-то аккуратность, хотя педантичность, я бы не сказал, что это негативная черта, но я так и написал педант, скорее, чтобы не забыть. Это когда вот такой человек вот прям дотошный. С одной стороны, он аккуратный, то есть он разложил вещи на свое месте, у него есть какой-то определенный порядок. Если мы говорим о каких-то деловых качествах у человека, то это хорошие деловые качества. То есть мы понимаем, что у человека порядок на рабочем столе, соответственно, порядок в голове, порядок в документах, порядок у него в компьютере, порядок в тех делах, которые он ведет. Но когда я написал слово «педант», я имею в виду, что это может быть перебор, это может быть чересчур. То есть человек может заниматься каким-то таким буквоездом, какой-то такой скрупулезный, что он начинает придираться к тем мелочам, на которые тратит теперь очень много времени, тратит очень много ресурсов, в итоге он как бы их теряет, эти самые ресурсы. Теряет время, теряет энергию, теряет силы свои, потому что он начинает там «эта папочка уже помялась». Нет, надо взять новую папочку и эту там папочку выбрасывает, идет за новой папочкой, покупает ее. И так во всем, и так во всем, в хранении файлов, в каком-то подходе. То есть должна быть какая-то мера. Прилежность, когда человек ответственно относится к своей работе, когда он готов положить много сил, времени, своего таланта на то, чтобы развить какую-то данную, либо деловую черту в себе в плане работы, либо продвинуть какое-то дело в рабочей специальности, заключить договор, довести дело до конца, в общем, прилежность. То есть работа на будущее, с одной стороны, в позитивном значении, и мы это сами видели, когда разбирали подготовку Есфири к тому, чтобы она встретилась с царем. И хотя все готовились одинаково, но именно ее вымрал царь. И еще раз склонен думать, что в том числе благодаря тому, что она, как Паш Пентаклий, тщательнее готовилась, чем остальные. Больше уделяла внимание своему обучению, своему образованию. Я не думаю, что она пришла, явилась перед царем, как молчаливая какая-то овечка. Он ее крутил с разных сторон, потрогал, пощупал, сказал, хороша, годится. И это все, для чего она ему была нужна. Скорее всего, они вели какую-то беседу, был какой-то разговор. Иначе, если бы такого не было, то все дальнейшие события не имели бы места вообще. Она бы не явилась перед царем, он бы не спрашивал с ней, чего ты хочешь. Не было бы никакого диалога, не было бы никакого пира дальнейшего. Но ибо царь мог бы подумать, а вообще для чего ты годишься, если ты, кроме того, что красивый покород не откроешь, то о чем вообще с тобой можно говорить? Ну, я склонен думать, что все-таки было какое-то образование, была какая-то подготовка, была какая-то работа над ней, как над личностью не только физически, внешне, но и внутренне, имею в виду. Поэтому работа на будущее проводилась. А вот в перевернутом значении я указал как недальновидность. А вот недальновидность как раз это у нас... Мы вспоминаем негативный пример, он у нас есть в виде конкретной девушки Астень, предыдущей принцессы, которая повела себя недальновидно, за что, в общем-то, и лишилась своей карьеры. Концентрация – это как способность сосредоточиться на чем-то одном. Это очень такая тема по деве и очень по отшельнику, соответственно, коль мы уже сегодня говорили с вами о Меркурии, мы говорили о подвижном кресте. То есть это вот зашоренность, да, когда шоры у лошадок на глаза раньше одевали. Но это давало им четкую какую-то направленность взгляда, чтобы они не расселили свое внимание по сторонам, и чтобы их ничто не отвлекало. Вот по пажу Пентаклей включается здесь дева, и она как раз дает ту самую концентрацию на чем-то определенном, на каком-то деле. Не будет распыления. В перевернутом значении, конечно, очень легко было бы сказать концентрация, неконцентрация, то есть распыление внимания. Но тут скорее может быть в перевернутом значении это будет гипер какая-то концентрация, имеется в виду попытка контролировать, либо очень сильно сосредоточиться. Помните, если мы говорим о перевернутом отшельнике, то в прямом значении, да, это неплохо, это хорошо, точнее это отлично, когда человек может отсечь все лишнее, сосредоточить внимание на чем-то одном. Но в итоге то, от чего себя человек отсек, оно может быть вовсе не лишним. Он может так много отсечь, что и то лишнее, что он отсек, также было частью главного. То есть имеется в виду концентрация, это как погружение в детали уже. Это уже, ну как бы, перебор. То есть надо было бы заходить в это в целом все дело, отбросив остальные дела, а ты в этом деле, ну, директор говорит подчиненному, а ты в этом деле углубился в один пункт договора и с ним просидел всю ночь, а весь договор остался без твоего внимания. Вот это и будет перевернутое значение карты. Потому что можно было бы сказать, что в перевернутом значении это вместо одного договора разобрать 10, вот такая была бы очень близнецовая тема, и по жупе Пентакфи она даже в перевернутом значении, скорее всего, не соответствовала. Либо какие-то соседние карты должны были бы это подтвердить, что человек распылил свое внимание вместо концентрации. Профессионализм. В целом, если вот мы говорим о человеке, при приеме на работу выпадает такая карта, можно говорить о нем как о профессионале или как о профессиональной ситуации, о том, что все сложится таким вот образом. А в перевернутом значении это может говорить о дотошности. Опять же, вспоминая нашу эсфирь, мы понимаем, в чем был профессионализм, в том, как она действовала. Во-первых, она не полностью полагалась на себя. Она, сообща, вела дела с Мордохеем, как с более опытным умным человеком. Она не сразу выложила все карты на стол, все козыри Артаксерксу. Я правильно? Я уже в этих именах запутался. Да, Артаксерксу. То есть она вначале явилась. В общем, профессионализм налицо. То есть она вот все разложила по полочкам и уже там только на третью их встречу она все рассказала о Мане и дело приобрело логичное завершение. Действовала как профессионал. Дотошность в переверотном значении, если бы она и на ту встречу это не сказала. Давай царь еще четвертый день. В общем, она могла бы так утомить этим своим профессионализмом, в кавычках, а это уже называется дотошность, что царь бы махнул рукой и сказал бы, да сколько можно. И тут бы включился Аман, сказал, да действительно, сколько можно. А знаешь ли ты, что она тоже из еврейского народа. И в итоге могло бы дело обернуться совершенно по-другому. В кубках. Кубки это у нас взаимоотношения между близкими людьми. И хотя здесь мы не видим такой вот прямо взаимосвязи двух половинок как между Артаксерксом и Исфелью, не в тех, а не ролях там присутствует, но все же можем об этом поговорить. По Пентаклям это у нас будет работа над отношениями. Помним, да? Что это усердие, это в целом работа. То есть это вот бери и делай. Создавай, строй, планируй, обдумывай, предпринимай конкретные действия, не просто в этой облаках. То есть работа. Это работа над отношениями. Напоминаю еще раз, это у нас земля-земля. Это двойной Пентакль. Все, что касается земли, оно подразумевает работу. Земля, она сама по себе плодовитая, но ты в нее что-то посалишь, оно будет расти, ты его поливаешь, оно произрастает. В общем, все огородники, они знают, как это происходит. Вот как вырастить урожай, так же можно вырастить и отношения. И вот по этой карте, если мы воспринимаем как совет, например, да, там, ситуация, совет, результат. Расклад на три карты, да, вот посмотрите, что нужно делать, чтобы наладить отношения с этой девушкой, либо с этим парнем, либо с мужем, с женой, там, с братом, с сестрой. И эта карта. Совет работать над отношениями. И это не будет быстро. Прагматик, с одной стороны, в отношениях такой человек. Что такое прагматик? Да, мы с вами зачитывали вот этот целый ряд, что для человека по этой стихии, по Пентаклям, что для Пожа Пентакля является теми самыми отношениями. Это то, что носит какую-то физическую сторону. Это какой-то комфорт, это удобство, это какие-то такие вот вещи, которые можно пощупать, потрогать, ощутить. И это замечательно, это прекрасно, но это может превратиться в занудство, с другой стороны. То есть, когда человек в самый интимный момент начинает, не знаю, там, подкладывать подушки, включать-выключать музыку, что-то такое вот происходит, с одной стороны, ты понимаешь, если бы абстрагироваться и на это посмотреть со стороны, ты понимаешь, что это все происходит из-за того, что человек хочет сделать максимально комфортно. Он прагматичный, он практичный человек, и он жаждет комфорта и себе, и второй половине. Но это может выглядеть как занудство, как перебор, как то, что человек, ну, секундочку, хватит, остановись, но сколько уже можно, да, я никак не могу расслабляться и сосредоточиться. С одной стороны, это может быть комфорт, да, я уже поговорил насчет прагматичности, прагматик, комфорт в отношениях, тут не только вот в целом имеется в виду в конкретной, в интимной сфере, да, которую я так случайно затронул, а имеется в виду, вот в целом возьмем быт, живут два человека вместе, муж, жена, уже есть дети, там парень с девушкой встречается, то по этой карте это будет создание комфортной атмосферы. И комфорт, конечно же, в первую очередь, ну, невозможно сказать слово комфорт и не подумать про вот нечто ощутимое, нечто осязаемое. Стул, на котором я сижу, тепло, которое я ощущаю в этой комнате, или приятный запах, который доносится с кухни, или музыка, которая красиво звучит, да, то есть вот это и будет все комфорт, все вот это совокупное. Если мы говорим об отношениях, то это какие-то вещи, которые происходят каждый день. То, что человек говорит, то, как он говорит, как он себя ведет, это и все будет комфорт. Но, с другой стороны, в таком перевернутом значении это может быть меркантильность. И я вот так, чтобы не своими словами рассказывать, я это значение отдельно выписал. Меркантильность – это особенность характера человека, выражающаяся в проявлении необоснованной тяги к извлечению выгоды от любой ситуации, рассудительности и чрезмерного прагматизма. То есть, когда попытка установить этот самый комфорт, она приобретает ощущение некого эгоизма. Вот это та самая меркантильность, когда человек хочет уже получить выгоду из этих отношений. И не чисто финансовую выгоду. Ты вкусно готовишь, поэтому я с тобой встречаюсь. Или ты можешь починить любую вещь в моем доме, поэтому ты классный парень, приходи ко мне почаще. Вот это и будет как раз перебор в плане комфорта. Забота. С одной стороны, опять же, видите, прагматик, работа над отношениями, комфорт, теперь мы поговорим о заботе. И это все, хотя разные слова, но они об одном и том же. Они о том, как Паш Пентакли, как стихия Пентакли выражает свою любовь в отношениях, как они себя ведут в отношениях. Это забота, это конкретные какие-то действия. Человек тебе оденет на голову шапку, он предупредит о том, что холодно на улице, застегнет куртку, и неважно, красиво это или нет. Брючки в носочки, носочки в сандалики, мужчина-красавец. Вот примерно так. И неважно, кто там что подумает, я о тебе забочусь. И, конечно же, это не романтично, это выглядит некрасиво, это ощущается, ну, елки-палки, ну, сколько можно, да? Я понимаю, что это твоя забота, но это, конечно, уже какой-то и перебор. Особенно, когда это касается каких-то вот таких интимных сфер, когда так и ходится какой-то романтики, а тут включается забота, да? Потуши свечи, потому что от них дым какой-то неприятный идет. Чувственность, с одной стороны, и она очень хорошо у нас идет по стихии Пентакли, потому что это земля-земля. Все, что приятно телу, с какой стороны не возьми, какой из пяти органов чувств не затронь, это и будет та самая чувственность. И когда мы говорим о взаимоотношениях, то для стихии Пентакли очень важен телесный контакт. Не только телесный, имеется в виду физический контакт. А вот с перевернутым, это когда, вот я написал, только секс. То есть, когда это вот прям человек вообще напрочь может забыть о чем-то другом и упереться только вот в одну узкую грань того самого, той самой чувственности, то есть, того самого физического контакта. Забывая о том, что можно вместе слушать музыку, и это такой же будет физический контакт. Можно вместе готовить еду. Это тоже очень по Пентакли ему будет. Это также вместе вы находитесь, вместе с тем что-то делаете, готовите, наслаждаетесь едой, приятной атмосферой, общением. Это также услаждает слух. Ну, в общем, что я буду рассказывать и расписывать, это и так всем понятно. Вот с одной стороны чувственность, с другой стороны только интимная сторона может присутствовать. Если мы говорим о стихии Пентаклей, то есть, это у нас доходы, деньги, обращение с деньгами, зарабатывание, сохранение, приумножение и все, что с этим связано. В общем, это стартовый капитал, может быть, то есть, это что-то маленькое, небольшое, начало какое-то, потенциал какой-то. В данном случае здесь, на этой карте Паш, вот он держит эту большую Пентаклину, которая потом даст урожай, помните, я говорил там, в сложный процент. Вот есть 10 тысяч долларов, это небольшая сумма, но при умелом обращении с ней может вылиться прямо в солидное состояние. Здесь мы также говорим, говорим о стартовом капитале, то есть, тот старт, который получила Исфирь, она потом смогла его превратить в очень весомую, там не говорится о том, сколько у нее было денег, но понятное дело, что спустя несколько лет, когда ее дядя стал главным человеком в том государстве, важным, имеется в виду, ясно, что ее личное, ее семейное имущество очень сильно приумножилось. Это начало дела как такового, в целом, это старт, это начало. Практическая работа подразумевает, имеется в виду, что придется что-то делать. Это не то, что упадет просто на голову, то, что появится само по себе случайно по какому-то божьему повелению. Нет, это усердие, это труд, это способность капать, капать, капать. Практическая работа, и я еще в скобочках написал сделки, договора, контракты, но это можно в принципе вполне отнести уже и туда в жезлы, поэтому вот так, потенциал, почему потенциал, мы уже говорили так же, как и стартовый капитал, уже что-то есть, но потенциально это же может стать нечто большее. Если мы говорим про учебу, но это не учеба, мы сейчас говорим с вами про какую-то ощутимую сферу бизнеса, инвестиции, какого-то вложения, открывать, не открывать, стоит вкладывать, либо нет, то есть это какой-то потенциал с отложенным, соседние карты уже покажут насколько по времени, либо насколько это выльется, во что это выльется, потом физически в будущем. Это может просто говорить так же о прибыли, размер прибыли, покажут соседние карты, но скорее всего речь о небольшой прибыли идет. Может говорить так же о благодатной почве, коли это у нас стихия земля, мы понимаем, почему благодатная почва и почему благодатная почва здесь, в случае с эсфирью так же, и это так же здесь звучит, когда мы говорим благодатная почва, по большому счету и потенциал какой-то, но это разные немножко вещи, потенциал это то, что потенциально может случиться в будущем при хорошем раскладе, а благодатная почва это то, что есть здесь уже и сейчас, просто нужно воспользоваться этой почвой, то есть нужно практически что-то сделать, какую-то работу провести. По саморазвитию, по стихии воздуха, по мечам, это практичность как таковая, то есть если мы говорим о том, как нам следует действовать, как вести, как заниматься изучением материала, то это практичность. Что такое практичность? С одной стороны, это понятное дело применение полученных знаний на практике, если это уместно, с другой стороны, это и о человеке может говорить, когда мы говорим о саморазвитии, что человек практичный, то есть, это не просто знания, лежащие каким-то грузом, это как минимум то, о чем можно умно поговорить, а лучше в идеале применить свои жизни на практике. Это тебе как-то поможет или поможет другим, ты можешь помочь другим с помощью этих самых знаний. ответственность. Ответственность также проходит по этой карте, и мы это вспоминаем и про Исфиль, и это ощущалось, это чувствовалось, она взяла на себя ответственность. Пажи в целом, как бы такая структура, которой они подчиняются, другим выполняют их указания, приказания, но Паш Пентакли, он еще и прилежный такой вот Паш, человек, и он с радостью, с готовностью выполняет, и с усердием. Если бы мне приходилось нанимать человека на работу из четырех Пажей, я бы выбрал Пажа Пентакли. Если бы мне нужно было вложиться в какого-то будущего ученого, а сейчас это был бы студент-ученик, и он был бы как Паш Пентакли, я бы в него вложился. Не в того, кто более талантливый, или кто может казаться более талантливым, как по мечам, а именно в него, потому что и медведя, вы видели, да, все в цирках, можно научить кататься на велосипеде. Талант можно развить, но имеется в виду талант, заложенный Богом. Но талант также легко можно и загубить, если нет усердия, если не будет вот этого Пажа Пентакли, включенного в человеке, то каким бы он ни был талантливым, он его никогда не раскроет. А вот этот персонаж, этот человек, раскроет, мало того, что имеющийся потенциал и талант, он еще и разобьет и того, чего у него не было. Так, ответственность, да, там мы поговорили. Усердие с одной стороны, а с другой стороны зацикленность. Усердие мы понимаем, что вот занимаюсь я изучением Картеро и наметил я какой-то план и занимаюсь этим, например, там усердно. Ну, что усердно? Четыре часа в день, предположим, да, вот я себе выбрал там такой вот какой-то план. И это то время, которое я могу выделить на то, чтобы это было там беспроблемно для всего остального, чем я занимаюсь. Но зацикленность, когда я этому буду уделять очень много времени, так что начнет, например, страдать все остальное, чем я занимался до этого, что занимало мою жизнь, буду страдать окружающие и так далее. Я сейчас не хочу конкретизировать свой пример, у меня чуть-чуть по-другому. Ну, вот так, для близости понимания, коль я сижу перед вами, может, так легче воспринять будет. Способность бить в одну точку, вот что очень хорошо звучит по пажу пентаклей и что практически отсутствует по пажу мечей. Я должен сказать, что я себя отношу в большей степени к мечевой масти, вспоминая свое детство, когда я учился в школе, это вот точно был я, паж мечей в плане обучения. Я был достаточно, ну, так можно сказать, талантливым человеком, это не с целью, чтобы себя похвалить, учеником, а с целью дать понять, что мне почти все, может быть, кроме математики точных, на что бы я ни брался, давалось очень легко. И я домашнее задание практически не выполнял. Я мог на перемене сделать уже домашнее задание, ну, время дома не тратить на домашку, то есть между одним уроком и вторым уже почитать. Порой я мог на уроке, который, на сечении, который начался, я мог выполнить домашнее задание вот перед этим уроком. И я получал хорошую оценку за это, то есть высшую оценку. За счет того, что я мог быстро схватить по верхам нужную информацию, за счет какой-то вот такой вот, ну, назовем это в кавычках талантливости, но по большому счету на самом деле я не был талантливым человеком, потому что я считаю, что талантливый человек это Паш Пентакли, это именно тот, который способен долго, усердно трудиться, и даже если был у него какой-то потенциал, то развить его до небывалых каких-то невообразимых высот. Если бы у меня в детстве включился Паш Пентакли, если бы я мог долго и усердно сидеть и заниматься тем, чем я занимался, а так у меня была просто одна цель, ну, получить оценку, а получить оценку для меня было очень легко, потому что я был как Паш Мечей, я мог собрать быструю информацию, ухватить главное, выдать ее, и все, и у меня пятерочка в дневнике, все отлично, зачем же учить больше, для чего, не нужно, так была построена система, и я в эту систему отлично вписался со своим мечом. Но, повторю, что Паш Пентакли это способность бить в одну точку, да, способность лизать мне руку в одной точке, это будет очень по Пашу Пентакли. с одной стороны, старание, старание, вот я уже, да, только что описал, как вот в той же учебе, то, чем бы человек не занимался, в каком-то саморазвитии, самореализации, это вымрать себе, наметить что-то, и заниматься постоянно только этим одним. Но это может также превратиться и в фанатизм. Ну, коли я уже сказал вам отороту, представьте, что если бы вообще я напрочь забил на все остальное, и начал заниматься только этим. Ну, не лично я, кто-то, например, другой. У меня может сказать что-нибудь другое, представьте, что есть у человека там дети, семья, какие-то обязанности и много всего, а человек просто все это отодвинул на какой-то дальний план. И почему написал фанатизм? Потому что это очень хорошо и очень похоже на религиозных фанатиков, когда человек попадает в какую-то секту, он может свое старание превратить в фанатизм, когда уделяет так много времени, посвящает так много времени, тратит так много сил на это свое новое занятие, увлечение, приближение к Богу, что теряет мужа, теряет детей, забывает вообще обо всем и обо всем о том, что есть еще какой-то мир, кроме этого всего. Это и выглядит как фанатизм. Но это может развиться, к сожалению, в любой из сфер, не только это касается религии. Применение на практике. Ну, первое слово было практичность, применение на практике по большому счету одно и то же, это не просто сухие знания, это те знания, которые могут принести практическую пользу. То есть, мало того, что ты знаешь о картах Таро, что ты обладаешь какими-то знаниями, ты можешь эти знания использовать на благо других людей. Человек у тебя спрашивает, интересующий его вопрос, с помощью этих карт ты даешь ему правдивый ответ или какой-то совет. Выслушав тебя и применив, человек делает себе хорошо. И в итоге эти знания получается, что можно применить на практике. если мы с вами говорим в разрезе вот карты вот этой, да, из колоды Гюстава Дере, поспешность, почему я там ее написал в перевернутом значении, хороший вопрос, ну ладно, неважно, можно так адаптировать, не могу вспомнить, почему там этот пример был. С одной стороны, применение на практике, я уже сказал, что применение знаний, поспешность, это когда человек по близнецам, да, он только по верхам схватил, он по деве не углубился в суть, не углубился внутрь, но он уже хочет все это выдавать. Вот вспомнил, к чему это написал. Она получила, Исир получила знание, как действовать, как руководство от своего дяди Мардахея. И она могла бы уже поспешить и в первый же вечер все выложить царю. Но она это все распланировала на несколько дней, то есть она полученные знания применила там в разрезе того, что как это лучше препонести, как это лучше сделать. По смешности было бы, я уже говорю, сказать это все и сразу. То есть она получила какие-то, может быть, либо поверхностные знания, либо не до конца разобралась в ситуации и поспешила это все выдать наружу. Помните, мы когда сами читали, что Паш Пентакли это такой прилежный, усердный, если мы говорим о студенте, об ученике, о новом каком-то сотруднике, тот, который будет долгое время такой незаметной серой мышкой, как вот эта и сверь, она была, как среди всех остальных, самая скромная, самая тихая. Я уверен, что те ее свертницы, они бы и думать не думали, что она станет принцессой, что она станет царицей, имеется в виду. Да, ни одежды, ни дополнительных не просила, ничего, такая вся тихая, скромненькая, но внутри шла хорошая работа над ее телом и над ее разумом, над ее сознанием. По Меркурию, я думаю, так и было. Так вот, поспешные какие-то действия, да, они могли бы быть в том случае, если бы она там не дождалась какого-то финального результата работы над собой и уже решила бы выйти, так сказать, в свет к царю и это бы привело к провалу. Сказал бы царь, ой, лучше бы ты рот свой не открывала. Так это, конечно, красиво, но село село. Так, ну что, для тех, кто хочет уже сбежать, так сказать, то может сбежать, а для тех, кто хочет еще послушать относительно альтернативной истории вот этой негативной принцессы Астень, Авашти, то есть, в общем-то, взгляд со стороны. Ну, а давайте обо всем по порядку. Значит, Вашти, как вы помните, устроила пир для вельмож. Читаем. Пир, который царица Вашти задала для женщин, не слишком отличался от празднества царя Ахашвироша. Она подружала мужу во всем, вплоть до демонстрации своих сокровищ. Ежедневно она показывала приглашенным женщинам шесть своих сокровищ и даже предстала перед ними в одеянии первосвященника. Как и за столом Ахашвироша, гостям подавали мясо и другие кушанья из Палестины, разве что вместо вина подавали различные напитки и сладости. Поскольку у женщин нередко случается внезапное недомогание, Вашти перевала во внутренних покоях дворца, чтобы гостья в случае необходимости могла быстро уйти в соседнюю комнату. Кроме того, роскошно украшенные дворцовые покои соответствовали женскому вкусу, чем естественная прелесть царских садов, ибо женщине приятнее находиться в красивых покоях и носить роскошные платья, чем вкушать жирных тельцов. Ничего не волновало женщин больше, чем желание увидеть внутреннее убранство и планировку дворца, ибо женщины по природе своей любопытны. Вашти удовлетворила их любопытство и показала им все, подробно рассказав о каждом покое, куда они заходили. Это столовая, это спальня и так далее. Решив задать пир, Вашти также преследовала политические цели. На случай, если мужчины восстанут против царя, она пригласила их жен в качестве заложниц. Ибо царица понимала, в делах правления она была не только супругой монарха, но и дочерью царя Бельшацара. В ту ночь, когда Бельшацар был убит в своем дворце, разбуженная поднявшейся суматохой и не зная, что ее отец мертв, она бросилась в покое Бельшацара в поисках защиты и оказалась в руках его приемника Медянина Дария. Мы помним, да, когда Валтасара убил царь Дарий Медянин и тогда он успел сесть на еще не остывший престол. Впрочем, Дарий пожалел царевну и отдал ее в жены своему сыну Ахашвирошу, он же Артаксеркс. Хотя Ахашвирош принял все необходимые меры, чтобы никто не упился, его пер продемонстрировал принципиальную разницу между еврейскими и языческими празднествами. Когда евреи собираются за праздничным столом, они говорят о законе, о гаде, на худой конец просто цитируют Писание. Ахашвирош же и его свита предавались фривольным разговорам. Персы хвалились красотой своих женщин, Медяни своих. Кончилось тем, что глупец Ахашвирош вскочил и воскликнул. Моя жена не персиянка и не медянка, но халдейка, однако она красивее всех. Хотите убедиться в правоте моих слов? Да, закричали пирующие, осушившие к тому времени не одну чашу. Но чтобы мы могли оценить ее красоту, пусть явится совершенно голой. Ахашвирош согласился с этим постыдным условием. То, что праздник был прерван именно в субботу, было не случайно. Вашти не заставляла своих еврейских служанок прясть и ткать по субботам обнаженными. Поэтому она была наказана именно в субботу. И поэтому царю пришло в голову, что она должна предстать перед всеми без одежды. Вашти возмутилась повелением царя. Однако не думайте, что она не исполнила его истыдливости. Наоборот, она была рада снова предаться плотским наслаждениям, поскольку за неделю до этого родила. Однако Бог послал ангела Габриэля, чтобы он сделал ее непривлекательной. Внезапно на голове у царицы появились следы проказа, а на теле следы других болезней. В таком виде было невозможно показаться царю. Жены персидских вельмож поддержали вашки, когда ей передали повторное повеление Ахашвироша, прибавив, что если она не подчинится, ее казнят. Советницы царицы сказали, лучше быть убитой, чем тебя будут разглядывать чьи-то глаза, кроме мужьих. Это бесчестие и тебе, и твоим предкам. Именно Мимухан посоветовал царю примерно наказать вашки, чтобы в будущем женщины не смели и думать, чтобы ослушаться мужа. У самого Мимухана Даниила, он же Даниил, семейная жизнь не заладилась. Он был женат на богатой персиянке, которая упрямо говорила с ним только на своем родном языке. Если бы царь отложил исполнение приговора, жизнь Даниила оказалась бы в опасности. Поэтому он заставил Ахашвироша дать самую страшную клятву, какая есть у персов, что приговор будет немедленно приведен в исполнение. Казнь Вашки имела разрушительные последствия. Вся империя, фактически весь тогдашний мир, восстал против Ахашвироша. Всеобщий мятеж был подавлен только после его женитьбы на Эстер, она же Исфирь. Однако не раньше, чем он потерял половину своих владений. Это стало наказанием за то, что он не разрешал отстроить храм лишь после падения Амана, когда Мардыхай стал великим визирем, Ахашвирош вновь подчинил отпавшие провинции. Смерть Вашки стала заслуженным наказанием, поскольку именно она отговорила царя, чтобы он не разрешал строить храм. Отстроить. «Уже ли ты отстроишь святилище, разрушенное моим предком?» говорила она. Это слова из книги выдущихся ученых для толмудиста уроженца Ковна-Луис Леви Гинсберг уроженец Ковна-Луис Леви Гинсберг 1873-1953 кг. По праву считался одним из лидеров американского еврейства. «Наибольшую известность Гинсбергу принес семитомник сказаний еврейского народа, в котором он собрал и систематизировал множество легенд и преданий, рассыпанных по страницам Талмуда и классических Медрашей». И есть парочка таких картин. Вот возлежит принцесса Вашти, а это то, как она отказывается, это из гравюра и есть еще одна информация, ее тоже хотел бы вам зачитать, а потом мы это обобщим и обсудим. Царица Астень отказалась явиться по приказу царя через его коммергеров. Она мне сообщает причину или мотивы этого решения, но нет никаких сомнений в том, что она знала, что было поставлено на карту, отказавшись от царя, как и Исфирь. Ну, имеется в виду, что Исфирь тоже знала, да? что ей грозит, если она ослушается слова. Царь Артаксеркс рассердился и посоветовался с князьями, как наказать царицу. Принц по имени Мимухан утверждает, что ее акт неповиновения заставит всех женщин в королевстве презирать своих мужей в их глазах. Как только история станет известна. Он предлагает изгнать королеву вашки и лишить ее титула, и приказ вступает в силу. Библеисты и религиозные лидеры не пришли к единому мнению относительно истории царицы Асень. Некоторые традиции утверждают, что она была тщесланной и бесстыдной женщиной. Некоторые утверждают, что она отказала королю, потому что просьба включала ее появление обнаженной перед мужчинами. Как правило, большинство приходит к выводу, что королева вашки отказалась появляться перед пьяными мужчинами, чтобы сохранить свое достоинство. Чему мы можем научиться у царицы вашки? Королева вашки может научить нас отставить свои убеждения и свою ценность перед лицом оппозиции. Она осталась верна себе, зная, что цена вероятно будет серьезной. Ее история особенно становится острой для женщин, которые сталкиваются с давлением злых намерений мужчин. Сказав нет, она потеряла все. В конце концов, как и Эстер, вашки сыграла роль в более широком плане Бога и сделала все возможное, чтобы оставаться верной себе. Источники идентифицируют Асень как внучку Валтасара, что, кстати, делает ее также праправнучкой самого Навуходоносора, злого ассирийского царя, разрушившего первый храм и отправившего евреев в изгнание. Это одна из причин, по которой раввины считали ее особенно жестокой по отношению к своим слугам-евреям. Мидраж и Агада, это раввинистические рассказы, объясняют, как красивая и не по годам развитая юная Астень была пощажена Дарьем Медянином в ту ночь, когда Даниил прочитал пресловутую надпись на стене. Помните, мы сами читали надпись на стене? По-моему, там, сердце твое взвешено или ты взвешен на весах и найден очень легким как-то так. И тебя отдадут Медяным и Персом. И это в ту ночь и случилось. И, значит, когда Даниил прочитал пресловутую надпись на стене и предсказал убийство коррумпированного царя Валтасара и ее дедушки медийскими шпионами, Дарь использовал маленькую вашти, чтобы укрепить свое наследство, выдавая ее замуж за одного из своих самых верных вассалов, многообещающего молодого военного по имени Артаксеркс. И в одной версии это сын, Дарья в другой версии это его полководец. Но Ксеркс, он же Артаксеркс, как называли его греческие враги, был лучшим лидером в военное время, чем в мирное. И он горько возмущался своей ролью супруга царицы. То есть он здесь не столько правителем, как Дарья выступает, сколько главным военачальником и при этом супруг царицы некогда дочерью властителя очень могущественного государства. Непривыкший к домашним делам, он замышлял вырвать контроль над государством у своей царственной жены и сосредоточить все дела в своих цепких руках. На третьем году царствования Артаксеркса Артаксеркс привел свой план в действие. В течение, мы с вами читали это вначале, в течение шести долгих месяцев, 180 дней, он угощал самых важных игроков империи, военных Персии и Медеи, богатых патрициев и региональных правителей. А на седьмой день он позаботился о том, чтобы выпить достаточно вина, чтобы все, что произошло дальше, можно было списать на слабости пьяного, но очаровательного монарха, а не на тщательно срежиссированный дворцовый переворот, готовившийся 180 дней. Для Артаксеркса вызвать свою знатную жену в мужское питейное заведение означало обращаться с ней как со служанкой или танцовщицей, поскольку единственные женщины, присутствующие на таком собрании, должны были доставить удовольствие гостям мужского пола. Астин не могла бы быть более униженной, если бы Артаксеркс попросил ее появиться обнаженной. Согласно Талмуду, он так и сделал. Ловушка захлопнулась вокруг вашки со страшной окончательностью. Если вашки подчинится призыву, законная царица станет посмешищем для каждого мужчины и женщины в Персии. Если она откажется, король может превратить ее отрицание в преступление государственной измене. В любом случае она проживет свою последнюю ночь в качестве правящей королевы. Хотя в тексте говорится, что Артаксеркс вспомнил о вашке утром, в скобочках предположительно с некоторым сожалением, следующий стих быстро переходит к поиску новой царицы, оставляя нам вопрос, что на самом деле случилось с вашки? Еврейские детей обычно учат, что королева была сослана в какой-нибудь захолустный уголок империи, чтобы жить в позорной отставке. Однако большинство взрослых комментаторов раввинов согласны с тем, что вашки незаметно вывели и обезглавили. Слово постановил нигзар, идентично слову отрезать. Тишина текста оглушает, и читатели задаются вопросом. Вот такая альтернативная история на вашки, на астень, и здесь она, я, возможно, ею бы и воспользовался как основной, но она аж никак не ложится в конбу того, что это паш пентаклей. Она здесь выступает как могущественная царица, и в какой-то степени она явно главнее Артаксерса, или как минимум стоит наравне с ним. И эта альтернативная история говорит о том, что скорее готовился дворцовый переворот, дабы Артаксеркс мог сосредоточить полностью всю власть в их руках. И это одна альтернативная, альтернативный взгляд. А другой, помните, когда мы читали Первашки, там это больше такой взгляд раввинов, больше взгляд иудеев на вашки, как на главного врага иудеев того времени, на врага пророка Даниила, и она здесь предстоит как то, что ее Архангел Гавриил поразил проказую, по другой версии у нее даже хвост вырос, из-за этого она не явилась ногой. Но, честно говоря, когда читаются, я еще читал другие источники, вряд ли, чтобы царь победил ей прийти голой, потому что я не помню точную цитату, там речь шла о том, что настолько проявлялось уважение между мужчинами и женщинами, между мужем и женой, имеется ввиду, что только царь мог видеть ее не то, что обнаженной, а ее лица без покрывала, то есть открытую ее. От посторонних взглядов она была скрываема, царица. Но раввины считают, что вот он ей сказал, чтобы она пришла голая. Но в любом случае здесь мы видим явные намеки, когда мы особенно услышали альтернативную историю и теперь можно прочитать между строк, почему пир шел действительно 180 дней, почему у нее она вроде как паш выступает в аште, но почему она устроила отдельный пир, кто вообще ей позволил как пажу устроить отдельный пир для женщин. И даже раввин этот говорит и пишет о том, что это был хитрый ход в случае, если будет восстание, какое восстание? О каком восстании идет речь? Если будет восстание, то у нее в заложницах окажутся жены этих вельмож. То есть явно здесь оно такое все сшитое белыми нитками. И даже этот раввин пишет о том, что казнь в аште имела разрушительные последствия. Вся империя восстала против Ахашвироша. Всеобщий мятеж был подавлен только после женибы на Эстер. Однако, не раньше, чем он потерял половину своих владений. Кому отошла половина этих владений? О чем идет речь? То есть явно подразумевается действительно большая власть и могущество этой самой царицы в аште. И явно идет намеки, указания на то, что был сделан государственный переворот. И, возможно, она действительно была убита в ту же ночь. И таким образом потом перешло от царства к Артаксерксу. Много здесь таких запутанных концов, но попытаясь посмотреть на ситуацию с разных сторон, понимаешь, что картинка немножко складывается. Но все равно это нам никак не раскрывает больше личность пожа. Просто мы чуть-чуть немножко обелили в вашей, может быть, в ваших глазах, как не ту, кто была совсем такая уж падшая женщина, так сказать, которая не повиновалась, не слушалась, может быть, даже совсем наоборот. достаточно такая своенравная, гордая, независимая и выступала как отдельная личность в государстве медоперсов. По-моему, и все. Все, что я хотел сказать. Спасибо, что выдержали всю эту лекцию. Надеюсь, что оказался полезен. Всем спасибо и до свидания.